А если вот таких 3-4 человека в городе, да, вот они будут между собой общаться и вот по такой схеме действовать, которую я предлагаю, прокуроров можно менять как перчатки. Вот я вам реально говорю, порядок можно навести буквально за полгода максимум в городе. А я вот уже сколько, полтора года не молчу. По каждому правонарушению сразу это заявление, желательно это УПК и РЭП, то есть в рамках Уголовного кодекса. Если так не получается, тогда уже простое обращение, заявляю, требую провести проверку, привлечь к дисциплинарной ответственности, провести проверку. Да, если бы было таких людей побольше, то, наверное, уже действительно, как ты говоришь, порядок был бы везде и во всем. Да, так я же вам понимаю. У них руки уже опустились, они такие свободно себя чувствуют, поэтому... А у меня выхода не было, я тоже не хотел этим всем заниматься. Народ, я обращаюсь ко всем, кто будет смотреть это видео, не только к тем, кто присутствует. Вот, прошу поддержать нас, потому что проделан колоссальный труд. Этот опыт достался не только путем нервных переживаний и вынужденных путешествий по стране, но это все делалось во всеобщее благо, поэтому если что-то для вас показалось полезным, прошу поддержать нас по реквизитам, указанным в описании к видео. Сколько сочтете нужным? Пожалуйста, беритесь и действуйте. Достаточно двух человек с двух разных домов, и любую управляющую компанию можно лишить лицензии. Надо только на основании вот этих документов. Поехали. Значит, о чем хотел сегодня поговорить. Всем привет. Первое, что меня попросили, это вот такую табличку по учету корреспонденции. Значит, я ее делал в течение года, можно сказать. То есть, тут каждый столбик, каждая строчка имеет значение. Доступ к ней. Вот такую папку я подготовил. Тут все файлы будут. Примеры заявлений. В порядке 124, 141, 539, 559 КАП РФ. В помощь при обжаловании документы. Какие адресаты в шапке следует указывать. Так, свои контакты, полезные ссылки. И учет корреспонденции. То есть, вот эта табличка, я ее в открытый доступ выложил. Она будет доступна вот по этой ссылке. Тоже здесь будет. Вот это все я запакую в архив. И под видео выложу в это, в описании. На своем канале. Так, сейчас. Ну, в принципе, давайте, чтобы вы сами тоже ковырялись. Сразу вам в чат. Отправлю. Так, такая ссылочка. Это все лучше всего иметь на Google диске. То есть, вы себе это. Вот открываете посылки. И потом файл. Создать копию. И себе на свой диск отправляете. Вот тут название указываете. И окей. У вас будет вот такой документ. Как им пользоваться? Значит, я его обрезал. У меня тут на самом деле более тысячи строк. То есть, более тысячи обращений отправлено. За год. Значит, это номер исходящего. То есть, прежде чем какой-то документ подготовить. Вот я, допустим, пишу. Сегодня 28 число. Следующий у меня номер. Вот 340, да? По порядку идет. И, допустим, жалобы там на прокурора какая-то. То есть, здесь, значит, название. Здесь исходящий номер. Далее указываем дату отправки. Это уже когда я буду отправлять. Ну, допустим, сегодня, да? 28 число. Вот сегодня хороший пример. Сегодня суббота. Далее нужно указать дату, когда они зарегистрируют это все. А зарегистрировали они, скорее всего, в понедельник. А в понедельник у нас 30 число. То есть, вот здесь нужно указывать именно 30 число. И именно от этой даты будет плясать у нас контроль сроков. Вот так выглядит контроль сроков. Просто я вот так делаю. Копирую. Тут уже все настроено. Вот так копирую. И получается, вот он вычисляет, что с учетом, если это простое обращение, да? Вот эту дату только надо будет выставить. Если это, допустим, простое обращение. Это электронно получается обращение, да? Какое? Электронное обращение. Да, все отправляю электронно. Я почти письменно ничего не отдаю. Есть, конечно, инстанции, которые нужно письменно сходить для контроля. Как отправлять электронно? Вот здесь у меня на канале, Сургудно-Азор-2, есть такое видео, называется «Подниматель скамеек вместе с женщинами» или «Как отправить обращение, не выходя из дома». Там я отправляю по пяти адресам, по-моему. Это три прокуратуры и два следственных комитета, и еще, по-моему, Федеральная служба судебных приставов. За 20 минут все делается. Ну, это отдельное видео, потом вы посмотрите, как это все отправляется. Вот эту дату надо, да, выставить для контроля. Если это простое обращение, которое будет рассматриваться в порядке 59 ФЗ, то это 33 дня. Соответственно, он сразу прибавляет два дня, потому что сегодня суббота, она будет зарегистрирована, скорее всего, в понедельник, 30-м числом. Соответственно, вот 35 дней. Сколько дней прошло? Здесь колонка «Сколько дней прошло, чтобы ориентироваться?» Это «Дни осталось». Ну, смотрите, вот, допустим, я сегодня там, я не знаю, в 12.40 отправил. Вот здесь я заполняю контрольный номер, который мне выдает система через интернет-приемную. Ну, что ваше обращение с таким-то номером зарегистрировано. Ну, и, соответственно, я вот тут сохраняю. Ну, допустим, вот такой номер мне систему выдал. И все. А здесь указываю сам для себя, там, куда отправил, допустим, прокуратура Сургута. Ну, пишу сокращенно, чтобы мне, в принципе, было понятно. Вы, как хотите, можете указывать. Все, в принципе, вот одно обращение готово. Еще, что я заполняю для информативности. То есть, мне иногда нужна статистика, сколько каких обращений, по каким статьям я отправлял. Допустим, если это сообщение о совершенном преступлении, то я тут обязательно, там, допустим, превышение должностных полномочий, 286-я статья Уголовного кодекса. Если это, там, обжалование отписки по 5.59, 5.39, ну, вот так указываю. Ну, и, соответственно, количество самого обращения, количество строений самого обращения, допустим, два, и сколько в приложении. Почему я их разделил? Потому что прокуратура генеральная, они, когда перенаправляют вот такое вот обращение, они не указывают ни номер исходящего, ни дату, ни тему, вообще ничего не указывают, только страницы. И, соответственно, вот по этой цифре можно ориентироваться, какое именно обращение они имели в виду. Допустим, я за день отправил там 20 обращений, и у каждого из них разная цифра по страницам. И они мне отвечают, что ваше обращение на таких-то листах отправлено в прокуратуру ХМАУ. Я сразу захожу, смотрю и могу ориентироваться по листам, какое именно это обращение было. Ну, такая уловка, можно сказать. Здесь суммируются страницы, это общее количество страниц, которые по всей таблице суммируются. То есть, если вы... Ну, допустим, я сегодня, да, отправил. Берем просто, допустим, прошло 0,1 10 дней. Только уже 20-й год. Соответственно, 46 дней. А, нет, наоборот, в обратку. 11-й. И 19-го года. Вот, допустим, уже сколько? Уже 48 дней прошло. Соответственно, вот эти колонки, они автоматически подсвечиваются. Вот это минус 15, это означает, что они, если вы до сих пор не получили ответ по этому обращению, получается, они уже на 15 дней уже нарушили сроки по обращению. Это у вас все будет автоматически высвечиваться. Как это посмотреть? Формат, условное форматирование. Здесь можно, в принципе, и цвет настраивать, и условия. То есть, я вот какое условие задал. Если меньше или равно нулю, то есть, отрицательное значение, значит, уже пора как-то реагировать по этому обращению. Это значит, они нарушили сроки рассмотрения. Соответственно, можно уже по 5.59, ну, в зависимости от того, куда отправили. В общем, ну, примерно так работает эта таблица. Форматирование я обычно разделяю вот таким методом, то есть, подчеркиванием. Ну, и, допустим, мне надо отправить не только в прокуратуру Сургута, а еще в прокуратуру ХМАО. Вот таким макаром добавляю. Просто копирую вот это все. Здесь пишу в прокуратуру ХМАО. Сроки те же выставляю. Дата на сегодняшнее 20-30 получается. И Excel файл, вот он сам высчитывает, сколько дней осталось и сколько дней прошло. Чтобы не путаться, вот так вот разделяю. То есть, у меня вот, вот недавно я отправлял 339-е обращение, это жалоба на Шерстнева была. Отправил в Сургутский суд, ККС ХМАО, УСД, не помню, что такое ХМАО. А, управление судебного департамента, судебный департамент при ВКС и ВКС РФ. Это я тестировал воли изъявления. Сроки я, естественно, назначил 33 дня, потому что, как вообще эти цифры складываются. Пока все понятно. Есть вопросы по организации таблицы? Вопросов по организации таблицы нет. У меня что-то похожее, но вот именно с днями, это, конечно, крутая тема. И то, что по поводу листов, учета листов в приложении, тоже очень крутая такая, конечно, штука. Я обычно путаю, они просто пишут там, направлено туда-туда-то столько-то листов. А ты не можешь реально понять, потому что... Да, это хорошо, если они укажут, допустим, вот этот идентификатор, да, или хотя бы дату. А бывает, что ни даты, ни входящего, ни темы вообще ничего не сообщает, только количество листов. И вот по этой цифре можно догадаться, что они имели в виду, какое именно было перенаправлено. Поэтому вот эта фишка, это хорошая тема, да. Да. Сейчас скажу. Антон, у меня компьютер перегрелся, отключался и ничего не слышала. Будет ли запись или какую ссылку, где можно будет посмотреть на эту таблицу? Да, конечно, запись ведется, и она будет доступна у меня на канале Сургутнадзор 2. Вот здесь вот. Да-да. Так что не волнуйся, ничего не пропустишь. Ты, главное, слушай и задавай вопросы, если что-то непонятно. Так, ну и желательно всем видео выключить. Я вижу, у кого-то включено видео. Своё видео подключайте, пожалуйста. Так, как добавлять строки? Допустим, у вас... Ну, вот так вот сделаю. Вот вы заполнили, да. Я... Сначала я ввел таблицу сверху вниз, то есть вот здесь я добавлял строки. Но потом понял, что мне, когда меня там за 1000 уже перевалило, это мне, получается, вниз надо спускаться очень длинно и смотреть. Я её перевернул полностью. То есть я теперь делаю вот так вот. Ставить строки выше. Ещё вставить. Допустим, мне там 5-6 надо отправить. Вот так выделяю. Ставить строки выше. И, соответственно, вот у меня пространство появилось, чтобы вставлять выше. Когда я вот здесь строки подобавлял, то и вот это суммирование вот этих страниц, в принципе, тоже можно сразу растянуть. И вот это общее количество страниц отправленных. Вот это суммарное приложение. Ну, возможно, вот здесь вот надо будет менять иногда на двоечку. Ну, ещё не разобрался, не доавтоматизировал полностью. То есть вот этот столбец полностью суммируется, общее количество страниц. В самих обращениях это в приложениях, а это и то, и другое вместе. Вот таким макаром. Так, у кого-то микрофон не включен? Не выключен. Ага. Так. Перейдём. Здесь по учёту понятно, как пользоваться таблицей, добавлять и так далее. Да, всё понятно. Так, вот это ещё колонка УПК-124. Если я что-то обжалую, ну, вот, допустим, у меня где-то там далеко было заявление УПК-141 на приставы Кабаченко. И, допустим, вот здесь вот. Всё, он просрой, мне не ответили на него, да? 33 дня прошло, даже вот 47. Мне его нужно обжаловать. Соответственно, чтобы знать, что я вот это вот всё обжаловал, я делаю вот таким образом. Я вот здесь вот указываю 341, пишу жалобу, 124 УПК по первому кругу, 341 номер. И когда я её напишу и отправлю, я вот здесь вот добавлю, что 341 жалоба, то есть вот этой же сайдишней, исходящей, и помечаю обычно зелёным. Таким образом, я знаю, я уже вижу сразу, что по данным обращениям я уже произвёл действие и обжаловал эти действия. И, соответственно, мне уже вот эту жалобу надо отслеживать, какая реакция на неё будет. Ну и таким образом у вас вся таблица будет раскрашена вот такими цветами. То есть, если всё, белое, ничего не нужно делать. Если просрочено, нужно обжаловать. Если зелёным, то уже обжаловано. Ну, в принципе, удобная таблица. Без неё, я бы не знаю, я бы заблудился во всех своих обращениях. И так голова кругом идёт. Ну, таблица спасает. Как это всё действует? Значит, расскажу, какие типы обращений бывают. Первый тип обращений это любое обращение в рамках закона ФЗ-59. В понятие обращения по закону РФ входит всё, что угодно. Там и обращения, и требования, и заявления, и сообщения, и внепроцессуальные обращения. Они также в порядке 59 ФЗ рассматривают воли заявления и всё остальное. То есть, это вот такой широкий закон. Любое письменное обращение они рассматривают в порядке 59 ФЗ. Если это, конечно, не сообщение о преступлении и не жалоба в порядке УПК-124. Рассматриваются они 30 дней по закону. Но ввиду того, что многие приказы и внутренние инструкции прокуратуры, следственные комитеты и остальных содержат в себе такую инструкцию, что на регистрацию якобы им надо три дня, то я просто, ну, чтобы не путаться нигде, просто ко всем срокам прибавляю три дня. И получается любое обращение в порядке 59 ФЗ я контрольный срок всегда выставляет 33 дня. 30 дней на рассмотрение и 3 дня на регистрацию. Соответственно, вот поэтому здесь везде вот по обращениям, по воле заявлениям 33 проставляю. А в жалобе немного по-другому. Сейчас тоже поясню. Именно УПК-141, 124. Так. Какие ответы бывают на такие обращения? Вот, допустим, вы там, не знаю, в ЗАГС пишите требуя предоставить там выписку из акта согласно, хотя там надо еще смотреть. Если вы, допустим, в управляющую компанию обращаетесь как собственник, то там действуют другие законы, там, не помню. Ну, в общем, там законодательством предусмотрены вам ответом в течение трех где-то дней, в течение пяти дней, если срочной информации по реестру, по-моему, 10 дней, что-то такое. Но обычно они вот тридцать три дня рассматривают. И, соответственно, по истечении этих тридцати трех дней первое, что они делают, как обычно, это в большинстве случаев, это игнор и нарушение сроков рассмотрения. То есть, проходит три-четыре дня, ни ответа, ни привета. Чем закончилось дело, непонятно. Соответственно, у вас, вот эта таблица вам поможет отследить такие нарушения и сразу реагировать на такие дела. Как происходит реакция на игнорирование и нарушение сроков? Пишется в прокуратуру обращение с требованием возбудить административное дело по статьям 5.39, если это коммерческая фирма, и 5.59, если это госорган. Примеры тоже я приложил. Вот отдельные примеры по 5.39 и отдельные примеры по 5.59. Тоже почитайте потом. Потом следующее что бывает это отписки тоже ну это вот как сказать очень любят они отписки писать. Ни разу я не получил полный мотивированный ответ на свое обращение. что в принципе должно происходить не забывайте микрофон отключать. Так полный мотивированный ответ я ни разу не получал. Поэтому чаще всего 90% происходят отписки давайте здесь вот так вот ну это из моей статистики 10% это нарушение сроков но это явное нарушение и очень легко привлечь к административной ответственности потому что это как бы ахиллесова пита система если они нарушили сроки все считайте что вам очень легко будет привлечь к административной ответственности и не важно кто это там начальник главпочтампа или директор управляющей компании или начальник жилнадзора еще кто-то нарушили сроки все пишем по 539 либо 559 в зависимости от ситуации но это нужно читать 539 559 это какой федеральный закон административная ответственность за нарушение сроков рассмотрения то же самое но касается и если вам дана отписка то есть неполный немотивированный ответ открываем закон 59 фз статья 10 государственный орган местного соуправления или должностное лицо обеспечивает объективное всестороннее и своевременное рассмотрение обращения то есть вот эти все фразы они есть вот в этих примерах которые которые я приложил там все эти выписки есть из законов просто я вам показываю чтобы вы понимали что если вам вот допустим у меня был затреп в управляющую компанию там 62 вопроса было требует предоставить копию договора заверенную нотариально надлежащим образом представлять 62 пункта вполне реально что они не смогли ответить на все мои 62 пункта об этом тоже есть видео как лишить лицензии управляющей компанией там все документы приложены вот это вот видео соответственно вот они не ответили я тоже написал обращение в прокуратуре о привлечении к административной ответственности директора управляющей компании по статье 539 я забыл чем они отличаются надо почитать еще раз так соответственно если вам не не ответили хотя бы на один ваш вопрос все можете смело привлекать к административной ответственности одного двух привлечете вам уже совсем по-другому будут отвечать пройдет слух молва что появился такой человек который привлекает к административной ответственности соответственно есть люди которые добиваются вот таким макаром то есть они изначально их игнорируют игнорируют потом они включают вот эту схему по привлечению к административной ответственности одного двух привлекает и все дальше им отвечают полным мотивированным ответом с представлением всех документов и без нарушения сроков рассмотрения это в принципе процесс долгий потому что вот по 559 допустим там срок привлечения по-моему два месяца что ли или три да три месяца то есть смотрите допустим 01 01 2019 20 давайте возьмем вы за месяц до этого написали вам пришла отписка вот именно 1 января дальше вы там дня через 2 03 точка 01 2020 пишите в прокуратуру с требованием привлечь к административной ответственности то есть у вас они эту штуку должны рассмотреть в течение 30 дней опять же 33 дня у вас там уже получается 5 февраля вам приходит какая-то отписка из прокуратуры города вы ее опять обжалуйте допустим там не важно что они обычно отписки пишут еще 33 дня да это зависит от прокуратуры если у вас там если вы их построили уже вот по этой схеме то они могут возбудить административное дело а при лечении к административной ответственности и это зависит от послужного списка как себя ведет данное должностное лицо потому что на каждого вот это все делается вот эти вот жалобы там вылез явления сообщения о преступлениях это все делается для того чтобы на каждое фио у каждого преступления как говорится есть свое фио должностное лицо на каждого из них создается папка в которой вот эти все сообщения они скапливаются и однажды они все выстреливают именно ради этого и делается все не ради того чтобы вот просто потренироваться и разочароваться и получить сплошные отписки и просто опустить руки и все нет где это делается вот именно ради той папки самой которая рано или поздно выстрелит вот как на примере с бабушкиными когда Антон Владимирович у нас где он у нас тут вот бабушкин Антон Владимирович попался на заклеенных номерах и соответственно сразу пошли запросы в следственный комитет и в прокуратуру начали поднимать все документы которые с ними связаны соответственно с ним уже другой разговор был к нему просто скорее всего приходили вот смотрите вот это вот в следственном комитете да большая сколько тут по-моему 9 томов 3 только моих тома обращений и 6 томов других людей в моих интересах то есть я смотрел несколько из этих томов и там были заметки только по поводу бабушкина то есть по поводу бабушкина вот эти мои обращения они выстрелили однозначно именно ради этого все и делается и вот смотрите вот вы получили ответ да неполный вот отписку тут же написали в прокуратуру а соответственно вам должно быть если вот 539 539 должно быть постановление возбуждение административного дела либо об отказе обычно присылают отписку вот вы ее обжалуете требуете провести проверку и вынести именно постановление проходит еще 33 дня здесь мы что делаем суммируем и вот получается уже сколько 66 дней прошло и когда вы получаете уже вторую отписку то получается на 9 дней превышения вам уже просто прокурор отвечает что срок привлечения к административной ответственности истек все это в принципе очень сложно обжаловать привлечь к административной ответственности но если каждый раз так делать то у вас все больше и больше шансов привлечь к административной ответственности Но можно написать Это простое обращение С требованием провести проверку В прокуратуре, допустим, города Какие у нас Уровни есть Пока 124 не подходит, значит, да? Сюда, по-моему, пока 124 Не подходит, она именно по УПК Сейчас я порядок тут наведу Значит, какие у нас прокуратуры есть Городской уровень, окружной И генеральная Соответственно, если вот это вот все происходит То есть отказываться возбуждать административное Административное дело Передавать его в суд То спокойно можно уже в округ Жаловаться на этого прокурора Там, я не знаю, зама, начальника отдела и так далее То есть опять же это все пойдет к нему в папочку И он в следующий раз уже будет думать Как вам отвечать Так, здесь по ФЗ-59 все понятно, как действует? Да, понятно В принципе, да Жалко, что по административному все так грустно Это по началу грустно Поверьте мне, вот как Тут еще зависит от того, как вы разговариваете И какие приписки делаете Допустим, вот вы пишете обращение Вот у меня был последний случай На главпочтампе, когда я прокурора впадал в суд Я сходил на почтамп и затребовал информацию о том Какая корреспонденция, мой адрес вообще поступала За последний год вообще там Вот, и мне предоставили, что вообще ничего нету Ни одного письма в ваш адрес не поступало Хотя я знаю, что это неправда Я тут же предупредил, сказал, что ребята В случае непредоставления достоверной информации Будет это административно Обжаловаться в административном порядке Ну, можно еще присказку сделать Что возможно и в судебном Понимаете Никто, мало кто Вот 99% Людей не обжалует вообще ни одну отписку Поэтому у нас вот так вот Система выстрелилась, что они просто штампуют сплошные отписки А иногда вообще просто игнорируют любые обращения Вот у меня прокуратура настолько об это И сургутская, и городская Настолько я вот обжаловал все их решения Что они просто начали меня полностью игнорировать У меня вот этот процент наоборот выглядит 90% игнорирует, 10% отвечает А то, что отвечают, ну такая чушь получается Что опять же это хороший материал для обжалования Поэтому мы сейчас это к генеральному прокурору и подбираемся И получается народ ничего не обжалует В суд не идет Ну понятно почему Потому что в суде тоже полный беспредел Идет себя как недееспособный, да? Народ ведет себя как недееспособный Даль бумажку типа отписку и все Успокоился, ну как что, не получается и все, можно положить Никак недееспособный народ себя ведет А 99% не знает вот этого всего Как это все обжаловать? Где примеры брать? Как грамотно это все написать? Понимаете? Ну у тебя надо школу такую преподавание Нужны знания Я вот через это сам прошел Меня тоже обучали Международная команда юристов и правоведов Я еще сам все не знаю Понимаете тут все тонкости Ну примерно я вам могу рассказать Как это все действует Это платные курсы, да? Нет У меня единственное условие всегда Все делаю безоплатно Соответственно к себе такое уже отношение требует Я у меня как получилось не требовал Они сами на меня вышли и предложили помощь Здорово А административка может возбуждаться в течение трех месяцев А потом уже невозможно ее возбудить, да? Да, вот только что мы рассматривали Срок привлечения так Ну вот написано так Как срок привлечения Не может быть вынесено По истечении трех месяцев со дня совершения По 559 Соответственно вам просто прокурор Протянет время специально Ну вот тут я пример рассматривал Протянет время Напишет отписку Потом вторую отписку А третью уже пришлю Что срок привлечения к административной ответственности истек Все? Ну все, то есть в течение трех месяцев Только могут привлечь Да, но вы понимаете, что это тоже На этом тоже можно научиться И это можно использовать Вот тот, кто вам будет отвечать Сначала вам там будут Вот как Вот эти вот три уровня Город, округ, генпрокуратура Они тоже разбиваются Вот вы пишете в город А вот там А там получается У них идет Так Прокурор Прокурор города У него тут зам один Зам два Зам три У них Дальше идут уровни Там начальник отдела Еще там какой-то начальник отдела А дальше идут Зам начальника отдела И соответственно Вот первый, кто вам ответит Скорее всего Тут какой-то низший уровень Зам начальника отдела Соответственно На него тут же должна быть жалоба Что он Не мотивированно ответил Полностью не рассмотрел На каждый вопрос не ответил Все мои доводы не разбил И так далее Соответственно Вы отправляете Опять же В прокуратуру города И рассмотреть уже должен Руководитель выше Ну естественно Прокурор Это Сам себя Бережет И он Дает поручение Естественно Либо замом А точнее всего Вот Следующий уровень Это начальник отдела Вам какой-то отвечает Соответственно Эту отписку тоже обжалуйте И вам уже Зам какой-то отвечает Ну и это тоже Можно обжаловать И вот добраться до прокурора Вот как удалось Прокурора Балина Города Сургут поймать Он на 13 обращений В порядке УПК 124 141 О совершенных преступлениях Он ответил Одной отпиской Сразу это Из 13 выбрал Какие-то 6 моих обращений Непонятно какие И на них ответил Одной страницей Ничего не обнаружено Все по закону Я его на этом поймал И подал на него в суд И все Они настолько Как при первых В угол Что они просто закрыли Судебный процесс На втором заседании Первый был открытым Второе тоже было открытым И вот второе Они просто перевели Закрытый процесс Всех выгнали Женщин со скамеек Позбрасывали Я на все это Посмотрел Меня тоже Просили удалиться Требовали Отключить телефон Я посмотрел на это Все дело Думаю Нет смысла Оставаться Нет Нету И вот они Вынесли решение Об отклонении Моего искового заявления Я уже написал За это Апелляцию Ждем Суд Хмау В принципе Должен Отменить решение Судей Шестобитвы Вот так это делается Вот так это происходит И понимаете Вот Чтобы добраться До прокурора города Это нужно Пройти Вот эти все уровни Обжаловать А если До прокурора Хмау Добраться Опять То же самое Происходит Получается На самом деле Прокурора города Нет такой должности Есть Эта должность Она принадлежит Именно прокуратуре Округа Это везде Во всех Так регионах Можете По выписке Игрюл проверить То есть У нас Прокуратуры Города Сургута Не существует На самом деле Это отделы Прокуратуры Хмау Соответственно Когда я вот Обжалую Если я хочу Добраться До прокурора Хмау Мне вот это Все нужно пройти Все вот эти уровни Да И Выйти на прокуратуру Хмау То есть Жаловаться На самого прокурора Вот мне прокурор Города ответил Я уже жалуюсь Прокуратуру Хмау Но там такая же Ситуация Там вот так же Это все разбивается Там есть прокурор У него есть замы Там есть Начальники Отделов Понятно да Как это устроено А у начальников отдела Есть тоже замы И вот я Обжалую действия Прокурора города Сургута В прокуратурах Мау А мне отвечает Какой-то там Зам начальника Я опять обжалую Отвечает уже Начальник отдела Какого-то Я опять обжалую Отвечает зам И вот только Недавно Мне ответил По-моему Зам Я сейчас Стадия обжалования Вот этой отписки Зама Потому что Он мне вот так же Как прокурор города Ответил на 18 Моих обращений Одной отпиской Соответственно Я сейчас Подбираюсь К прокурору Хмау К самому К Батвинкину И вот как только Он мне отвечает Я могу подать В суд На прокурорах Хмау То есть Прокурору округа А в качестве Соответчика Уже привлечь Генерального прокурора Это вообще будет Ну я не знаю Я не слышал Что кто-то Генерального прокурора Вызывал в суд Наверняка такое было Но я думаю Для Хантамасийского Округа Это будет Прецедент Здесь вот То же самое Идет Там В генеральной прокуратуре Сначала зам Там начальник Зам И то есть Чтобы добраться до него Это очень долго Мне проще в суд На прокурорах Моу подать И В качестве Соответчика Вызвать Генерального прокурора Прокурора Это у нас По-моему Чайка И Соответственно В качестве Третьей стороны Соответчика Можно привлечь Правительство Российской Федерации Будьте добры Исполняйте Свои же законы Которые вы Создали Вот эту всю систему Посоздавали Это Получается Вот это вот Все Завод По Перерабатыванию Бумаги В макулатуру Вы не представляете Какие горы У меня Бумаг Находится Дома Это Все ответы Раньше Мне вообще Ничего не присылали Но после Вот этого всего После того Как я подал В суд на прокурор Города Сургута И Соответчик Прокурор Хмава Мне начали Присылать Письма Заказные Там Простые Хоть Хоть что-то Начали Присылать Понимаете А то Бывало Что Не знаю Видели вы Нет Издевались По полной Программе Так Так Что Пустые Конверты Даже Присылали Не террорист Не экстремист Не помню Видим Получил Вот такое Письмо Вот такие Письма Присылали Я их На просвет Просматриваю Там Пусто Просто Хотя Вес Написано 20 грамм Это Прокуратура Хантамансийского Автомного Округа Вот такие Письма Присылали Не распечатаны Ничего Присылают Кто не Посмотрит Он сразу Распечатал А там Пусто И уже Никак Не докажешь Что тебе Пустой Конверт Пришел Вот у меня Вот этот Конверт Изъяли Когда Ко мне В квартиру ОМОН Зашел Я не знаю Может они Специально За этим Конвертом Приходили Но у меня Вся Вот эта Корреспонденция Моя В том числе Вот это Письмо Они Исчезли Из квартиры И получается Вот Получишь Такой Конверт И обжаловать Не сможешь Чего Они там Прислали Может Постановление Об отказе В возбуждении Уголовного Дела Может Уведомление О продлении Сроков Что там Было Неизвестно Но что-то Они Вшкладывали А на самом деле Вот куда Смотрел Почтальон Хотя Я думаю Что у них Это Насколько Я знаю В сургутском Городском Суде Есть специальный Отдел У которого Есть специальная Программа Стоит Прямо У них На компьютере Они Сами Вот эти Конверты Делают Заклеивают Формируют Вот эти Штрих-коды По отслеживанию Почтового Отправления И Сами Все Отправляют То есть У них Это Какая-то Договоренность Есть Оттуда Я даже Штрих-кода Не вижу То есть Невозможно Следить Это Почтовое Отправление Кто ФЗ-59 То же Самое Происходит По Сообщениям О совершенных Преступлениях И О Жалобах В порядке УПК-124 Здесь По 59 ФЗ Есть Вопросы? Нет Да Вопрос Нет Смотрите Переходим К тяжелой Артиллерии Прежде чем Что-то Писать Подумайте К какому Из трех Типов Будет Относиться Ваши Скажем Так Ваш документ Первое На что Хочу Обратить Внимание Лучше Всего Все Сводить Именно К Уголовно-процессуальному Кодексу То есть Это сообщение О совершенном Преступлении Образец В прокуратуре А нет В следственном Комитете Я видел Оно У них Называется Заявление О совершенном Преступлении В соответствии Со статьей 141 УПК-РФ Можете Открыть Это Почитать Что это Такое И Оно Рассматривается Именно В порядке 144-145 УПК-РФ Это Отдельные Статьи В уголовно-процессуальном Законодательстве Которые Регламентируют Порядок Рассмотрения Сообщения О преступлении Там Строгие Сроки Строгие Строго Расписано Какие действия Должны Предпринимать Следователи Дознаватели И Какие решения Должны Принять То есть Тут Все строго Расписано Это Тяжелая Артиллерия Это Уголовно-процессуальный Кодекс Соответственно Если Вы Допустим Кто-то Против вас Совершил Какое-то Злодеяние Допустим Суденные Приставы Скидывали Женщин Со скамеек Ну Конечно Можно Это Пожаловаться Написать ФССП Что ваши Сотрудники Беспредельничают И так далее В суд Еще куда-то Но Лучше Всего Сделать Сообщение О совершенном Преступлении Почитать Уголовный Кодекс Внимательно И Прийти к выводу Что Применять Физическую силу Судебные Приставы Не имели Права Ну Они там Максимум Могли Там Они Во-первых Должны Предупредить Что Требуют Выполнить Выполнить Наши требования Второй раз Предупредить Только потом Это Можно там Хоть что-то Применять Какую-то Физическую силу И то Обязан Примета Предупредить Что он Собирается Это Сделать Мы Этого Сего Не Слышали Он Просто Подошел Сзади К скамейке Сзади К женщинам Поднял Скамейку Вместе С женщинами Скинул И Скинул И Со Скамейки Соответственно Он Превысил Свои Должностные Полномочия Это 286 Статья УК РФ Превышение Должностных Полномочий Это Очень Частая Статья Она Может Относиться Ко всему Ко многим Событиям Допустим Вот Однажды Одному Повтори Пожалуйста Еще раз 126 286 Превышение Должностных Полномочий Ну И Тут Разные Части Есть С Применением Насилия Вот По Части Три Пункт А Часть Три Это Вот С Применением Насилия Скинулся Скамейка Также Бывает Там Специальных Средств Наручники Там Или Еще Что-то Применяет Электрошокер Или Не знаю Там Этот Газовый Баллончик И Все Стальное Это Специальные Средства Обыск Считается Нападением Что Обыск Считается Обыск Считается Нападением Нет Если Он Совершен В рамках Законодательства С Двумя Понятыми Нет А Если Просто Безали Тебя Обыскали Это Как Считается Это Привышение Должностных Полномочий Пишите Все 286 Если Не знаете Уголовный Кодекс Лучше Всего Не Квалифицировать За Прокуратуру Еще Кого То Вы Просто Пишите Что Описывайте Что Он Сделал Допустим Обыскал Без Понятых Там Без Составления Протокола Без Обоснования Без Основания К Подозрению И Все Остальное Описывайте Полностью Описывайте Все Его Действия И Пишите Действия Такого Должностного Лица Подпадают Под признаки Уголовного Преступления Предусмотренного Статьей Там Ну Примерно Можете Написать 286 А Также Других Статей У К. Р Требую Провести Проверку В порядке УПК 144 145 Образцы Я приложил Это Все Ну Допустим 141 УПК Ну Вот Пристав Кабаченко Применил Физическую силу Необоснованно Вот То же Самое Образцы Образцы Необоснованный Не стесняйтесь Если вы Не одна Пришла Там Есть Кто-то Рядом Не стесняйте Акты У меня У меня Ушеннолетнего Малого Ребенка Обускали Отобрали Уличные вещи Опускали В школе Ложно Обвиняя Его Взрослые При этом Присутствовали Какие-нибудь Нет Его Закрыли В кабинет Директор Завела Его Как его Малый Зал Спортивный И там Он начал На него Орать И Обыскивать Один на один Да Отобрала Вот На директора В это Заявление О совершенном Преступлении Превышения Должны Полномочий Ну я Вчера Сам Завел В полицию Полицию Писать Надо Изначально Нет Так Смотрите Очень важный момент Не важно Что произошло Допустим Обыск Да Незаконный Не знаю Там Лифт В подъезде Не работает Я не знаю Там Украли Что-то Отключили Электричество Что еще Там Угон Я не знаю Воровство Все Что угодно Что бы Не произошло Вы всегда Отправляете Это все В прокуратуру Областную Прокуратуру Сразу Нужно писать Не в городскую Город В городскую Если это Впервые Произошло Если вы Это все Не обжалкиваете Ты же говоришь Что бы Ты же говоришь Что городского Прокуратуры Нет Ну По закону Ее нет По закону Это Это отдел Вот Сургутская Городская Прокуратура Это отдел Хантамансийской Прокуратуры Потому что Выписка Игрюл Есть только На прокуратуру Хмао А действовать От имени Юридического Лица Имеет Право Только Батынкин Это Как же Он называется Прокурор Округа У него Должность Называется То есть Это Юридическое Лицо Да Значит Нужно писать Под окружной То есть Одни в городской Областную Вы можете Написать Вы просто Сроки Затянете Они Обязаны Они же вниз Спускают Да Он через 7 дней В течение Семи дней Вы просто Семь дней Потеряете По закону Они вот Все что Относится К нижестоящим Они в течение Семи суток Должны Направить Вниз И соответственно Он С округа Спустит Вниз Типа Ну в отдел Себе Спустит В городской Типа Это ваш Городской Уровень Разбирайте Все себе Просто Семь дней В районную Тогда Может быть Сначально А районная На уровне С городом Находится Просто Город Это отдельный район Очень Сжатый А районная Прокуратура Она За пределами Города Понимаешь Да Прокуратура Есть по району Например У нас Допустим Советский район Прокуратура Есть прокуратура У других районов Все правильно Если город большой Допустим Екатеринбург То там Есть Да Вот районы Там Ленинский район Там еще Какой-то район У нас по районам Прокуратура Ну это то же самое Что игорь Это А нет Получается в больших городах А там еще один уровень Присутствует То есть мало начинать Назвестра В Екатеринбурге Есть прокуратура города Екатеринбург А ниже уже прокуратурой Районов Идут Ленинского района И так далее А вот У нас районы Есть и городская Я думал Ты имеешь ввиду Это Вот допустим Сургутский район Мне нет Я вообще В Самарской области Прошу По Самаре У вас скорее всего Это районная прокуратура Есть Да Но районные Не имеется ввиду Район округа Там или еще чего-то А именно район города Да Вот Соответственно Да Ты будешь направлять В район Это Города Ну Чтобы Это Вот смотри Идет У тебя получается Да Самара Какой там район Города у тебя Называется Советский Советский Да Потом Прокуратура Города Самара Ты можешь Вот так По двум уровням Отправить Изначально Я не стесняюсь Я отправляю И в округ И в генералку Вот если бы я был в Самаре Я бы по четырем уровням Сразу отправлял Я обычно отправляю В прокуратуру города Округа И генералка Соответственно Это Это в первоначальное обращение Можно сразу четверых Или нет? Да, да, да В первоначальное А они же спускают Каждый друг к другу Да, совершенно верно Пускай спускают Что бы потом Сроки не затягивались Сначала сразу До четырех закидываешь Они потом друг к другу спускают В один срок Практически Там с разницей Больших Несколько дней В семь дней Как ты говоришь Неделя идет Нет Вот смотри Генералка В течение семи дней Вот семи дней Спускает В прокуратуру округа Та в свою очередь Вот то что пришлось Генералке Пересылает Через семь дней В прокуратуру города Вот у тебя Для Самары Еще прокуратура города Еще семь дней Подождет И только тогда Придет В это В этот В прокуратуру района Да, ну поэтому Ты спишь И сразу нужно писать Все четыре Почему Чтобы потом А что по ней Вот в самой Нижней прокуратуре Тут наоборот Надо вот так сделать Чтобы в самой Нижней прокуратуре Знали, что Генералка Она в курсе И этот Округ тоже в курсе Да, они еще шапочку Посмотрят Да, они еще шапочку Видят Ну смотрите Высший класс Это вообще разделить Не одно обращение Вот это вот У вас должно быть А прям Каждая отдельно Чтобы никто Не видел Что вы Куда Кому Отправили Почему А тогда Когда они Видят Они наоборот Побаиваются Ну тут Зависит От ситуации Тут еще Варьировать надо И вот Получается Смотрите Что бы ни Произошло Неважно Что Там Я не знаю Лифт не работает Да Вы там Управляющую компанию Там Подозреваете Что у вас там Подъезды не моют Или еще что-то Там Нарушают Лицензионные требования Или там Почта пропала Или там Я не знаю Тарифы завышены На электричество Все что угодно Обязательно Первый адресат Это прокуратура Именно Вот Ниже Самый Низкий уровень Вот так Сделаем А в чем Что В чем Преимущество Ну Отправки Сразу По четырм Уровням Они же Как бы Вроде Я слышал Что они Вроде как Отписываются И вообще Забывают О твоем Обращении Так как Они спустили И все Зависит От ситуации Говорю же Вы можете Только на уровне Города Отправить И Почему я По трем Уровням Отправляю Смотрите Вот Да Вот у меня Учет идет У меня было Какое-то совершено Преступление А вот Пристав Кабаченко Применил физическую силу К женщине Необоснованно Превысил Должностные Полномочия Это Уголовная Статья 286 Соответственно Я сообщаю На уровне Города Но На уровне Города Сейчас я вам Покажу Это все происходит На уровне Города И на уровне На уровне Округа Вот это все Один сайт У генералки Свой отдельный сайт А вот этот Отдельный сайт Со своим интерфейсом Уникальным Который никогда Не выдает Айдишники Приема Соответственно Когда я потом Обжалую Мне нужно На что-то ссылаться Что я тогда-то Что-то Отправлял Я просто Отправляю По трем уровням Специально Чтобы потом Ссылаться Вот на этот Айдишник Который мне Выдает генералка А генералка Соответственно С этим Айдишником Спускает Вниз Понимаете Я вынужден Отправлять По трем уровням Потому что Сургутская прокуратура Не выдает Айдишники И прокуратура Хмао Тоже не выдает Айдишники Это выглядит Вот так Прокуратура Хмао И здесь Можно отправить И в прокуратуру Сургута И в прокуратуру Хмао Но Вот это все Заполняется Нажимаешь Отправить И тебе Просто Сообщение Что типа Ваше сообщение Принято Ни Айдишника Ни Номер Отслеживания Ничего нету Понимаете Отправлено Но на самом деле Или не отправлено Или может там Какой-то сбой Произошел Ничего Не известно Соответственно Мне приходится Специально Отправлять в генералку Чтобы у меня был Вот этот Айдишник Я когда обжалую Допустим Мне не приходит Никакой ответ Никакое решение Не принято Там 14 дней уже Просрочили И ничего не известно Я пишу Жалобу В порядке УПК 124 Что я Тогда-то Тогда-то Сразу Одновременно По трем уровням Направлял И в генералку И в прокуратуру Хмао И в прокуратуру Сургута И при этом указываю Айдишник Который пришел В генералку То есть все Они не открутятся Это легко Можно проверить Даже если К ним ничего не пришло К ним должно было С генералки Вниз спуститься Понятно, да? То есть ты Получается Еще 14 дней Закладываешь После того Как в генералку Отправил Правильно? Нет Ты что-то Про 14 дней Не понял Ну из генеральной прокуратуры Спускают 7 дней Хмао Ахмао Еще 7 дней В сургутскую Прокуратуру Правильно? Получается Подожди Я понял вопрос Я отслеживаю Только вот Первый уровень Если я Вот это Впервые Произошло 10 декабря Да? Я отправил Все Никакое число 28 декабря Дата Правильно стоит А Ну нет Я понял Нет Если они будут Отмазываться Что они Типа Ничего не получили Подожди Вот Тут Реальную дату Ну вот Получается Через 16 дней Я смогу Если мне не придет Ответ Какой ответ Должен быть Либо в отказе В возбуждении Уголовного дела Постановление Либо в возбуждении Уголовного дела Но Ни одного Это Ни одного Уголовного дела Не возбуждено Я вам сразу Наперед скажу Вот Тысяча обращений Ни одного Уголовного дела Это вот Сургут и Округ Хмао Это просто Уникальная ситуация Не знаю Мне кажется Нормальная практика Вот Вот это Ненормально На самом деле Это как бы Норма Та Которую нам Навязали Но она Незаконна Это норма Да это понятно Норма закона Гласит о том Что должно быть Вынесено Постановление Об отказе В возбуждении Уголовного дела Там три только Варианта Вот я вам показывал 144-145 Какое решение Может быть принято По сообщению О совершенном преступлении Тут только три варианта Возбуждение Уголовного дела Либо отказ В возбуждении Уголовного дела Так 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 Решение Прямо решение Вам должны вынести Там отдельный Документ По каждому Такому решению Они должны провести Проверку Процессуальную Вы потом сможете Сходить в прокуратуру Либо в следственный комитет Где это все Проводилось И материалы проверки То есть там Должны быть И уведомления И вот эти все Опросы И того-то Опрашивали И этого Опрашивали Этот объяснение Дал Тот Так пояснил Смотрели Такие-то Видеокамеры Изучали Какое-то Видео И все Там очень большой Документ Должен быть В этом решении Там все Мотивы Доводы Должны быть Разъяснены Почему они Отказали Допустим Возбуждении Уголовного дела Либо Если это К ним Вообще Не относится По последственности Вот 151 Статья Последственность Почему я Вот говорил Вот здесь Понятно Да Почему Я по трем Уровням Отправляю Потому что Нету Регистрации Просто Идишников Не выдает Наши прокуратуры Ни округа Ни сургута Так вот У меня С этим-то И вопрос Если Потом Писать Жалбу Оспаривать Сургутскую Прокуратуру Что они Не получили А они Просто скажут Что они Получили Но позже Допустим И еще Пока не успели Подготовить ответ Ну Я таких Ответов Не видел Ни разу Обычно Они Либо Игнорируют То есть Нарушают Сроки Рассмотрения Ничего Не прислали Вообще Я соответственно Жалобу Впк 124 Если Мне вдруг Напишут Что они Ничего Не получали Я скажу Ребята Извините Я Всегда Отправляю По всем Трем Уровням Это Можно подтвердить Электронная Система Ваша Вы Можете Проверить Потому что Сервера Они Понимаете Если прокурор Захочет Я не знаю Зайти И поменять Вообще Удалить Вот эту Информацию Что вообще К ним Что-то Приходил Ему Будет Это Очень Трудно Сделать Потому Я Просто Да Я Просто Вот Если Брать На твоем Примере Сургутскую Прокуратуру Мне Приходится Прокуратуру Города Постоянно Ходить Пешком И Регистрирует Там Мое Заявление Обращение И Если Честно Мне Это Не Очень Хочется Делать А я У них Тоже Я Тебе Это Не Стоит Делать Я Тебе Сейчас Покажу Почему Ты Видел Наше Видео Как У нас Прокуратура Работает Сейчас Я Тебе Покажу Где Тут Вот Мы Раньше Тоже В Прокуратуру Ходили Что Тут Происходит Приходишь Сидит Такой Человек Непонятный Без Удостоверения Представляется Отказывается И У него Такая Вот Книга Да Да Пластик Так И Происходит Пластик Видишь Как Ши Так Вот Она Пластиком Прошита Любую Страницу Вытаскивай И Засовывай Новую Переписывай Как Хочешь Не Прошита Ничего У нас Там Книга Прям В Переплете Ну Имеется В Иду Прям Книга Книга Как Такая Ну У вас Значит Ситуация Получше Чем У Я Говорю Вы Где Форму Купили В Каком Магазине Где Ваше Удостоверение И Получается Вот Когда Мы К нему Пришли Мы Обращение Подали Заявление О совершенном Преступлении О Отключении Электричества Что Он Сделал Он Наши Вот Женщину Отключили Он Взял Наше Заявление Положил Под правый Локоть И Сказал Я Его Принял Я Говорю Вы Запись Не Внесли Вы Говорит Выйдите Я Внесу Запись В смысле Выйдите То есть Он Просто Хотел Утаить Это Сообщение О совершенном Преступлении Понимаете У вас Да Нет У нас Берут Я Приношу Два Экземпляра Один Экземпляр Они Забирают На Втором Они Ставят Свою Роспись Дату Приема И Заносят В Книгу Причем Все Мои Обращения Они Зарегистрированы За Одним Номером За Одним Да Да Вот Это У них Тоже Фишка Есть Они Вот Когда Первый Раз Человек К ним Приходит Они Присвают Какой-то Номер И Все У него Пожизненный Исходящий Номер Да И Нереально Понятие На Что Отвечаю Ну Мне Вот Удалось Мне Сейчас Я Не знаю Почему Но Начали Это Сообщать Это Прям Пишут В Ответах Что На Ваше Обращение Исходящей Такой-то Такого-то Числа По поводу Того-то Понимаете Это Все Нужно Добиваться Вот Таким Вот Макар Да Это Удобно Начали Хоть Как-то Сообщать Я Спокойно Захожу К Себе В Этот Файл Корреспонденции И По Номеру Смотрю Ага Это Значит Это По Такому Вопросу Было Понятно И Предпринимаю Какие-то Там Свои Шаги Заметки Делаю Либо Обжалую И так Далее Вот Здесь Понятно Почему Я Это Почему Я Во-первых Я Понял Что Ходить К ним И Регистрировать Письменно Это Вообще Бесполезно Они Просто Это Все Выдирают И Не знаю Переписывают Утаивают И Все Ничего Не было И никто Ничего Не вам Не выдавал А мне Даже Если Я Прихожу И В Экземплярах Подаю Они Там Какой-то Настолько Коряво Настолько Мелко Пишут Что Это Даже Стыдно Кому-то Показывать Что Это Прокурор Расписался Понимаешь А Когда В Электронном Виде Это Все Подаешь Они Это Не Смогут Поделать Они Не Смогут Вот Это Все Удалить Ну Допустим Даже Если Вот Они Здесь Нахимичат Я Всегда Могу В Генералку Пожалуйста Сказать Ребята Проведите Проверку Потому Что Я Могу Видео Записать В конце Концов Что Вот Я Отправляю Сразу По Трем Уровням И Прокуратура Хмао И Генералка А Доходит Только До Генералки Ребята Разберитесь Понимаете Вот Здесь Понятно Почему Это По Трем Уровням Сразу Отправляю Вы Можете В принципе Родская Не Выдаёт Район Значит Тебе Вот Нужно Подниматься На Уровень Выше Пока Тебе Не Выдают Сто Этот Адишник Понимаешь Я Умнил Приходится До Генералки Буду Ходить Сразу По Трем Уровням Отправлять Ну Нет Московская Область Регистрирует Дает Номер Входящего Потом Уже Город Идет А Город Просто Как Бу Принимает И В электронном Виде Говорю Тут Понимаешь Тут Не надо Не Расписываться Не Вот Как В суде В суд Если Ты Подаешь Иск То Тебе Нужно Распечатать Свой Иск Или Хотя Бо Последнюю Страницу Расписаться Потом Отсканировать Эту Распись И Вот В таком Виде В электронном Ты Только Можешь Отправиться С Отсканированной Подписью То Здесь В прокуратурах Этого Не Надо Ничего Ты В любом Формате Написал Текстовый Документ И Приложил Его И Все Не Обязаны Рассмотреть То Мне Можно Не Расписываться Что Нет Я Не Расписываюсь Вот Смотри Заявление О совершенном Преступлении В соответствии Со Статьей 141 УПК Куда Адресую Генералка Хмао Сургут И Следственный Комитет Для Дубляжа Позже Объясню Почему Следственный Комитет Я Просто В статье 151 По последовательности Не разбираюсь У них Все Статьи Уголовного Кодекса Поделены На три Части Между Прокуратурой Следственным Комитетом И О То есть Органы Дознания Органы Следствия И Что-то Там Не Помню Короче А И Надзора Вот И Если Ты Не Разбираешься Ты Просто Пишешь Прокуратуру Понимаешь Я Для Дубляжа Чтобы Следственный Комитет Тоже Был В курсе И Вот Такое Обращение Заявление Все Вот Вот В таком Виде Я Отправляю Я Просто Вот Это Все Еще В Тебе Тебе Не Надо Нервы Тратить Чтобы Там Чего То Какую То Очередь Отстоять С Этим Прокурором Еще Выяснить Прокурор Он Или Нет Понимаешь У Достерение Есть У него Или Нет Или Он Они Жен Иногда Без Формы Там Гражданки Ходят Понимаешь Кто Это И Вот Эти Все Нервы Они Ты Просто Это Все Избегаешь Если Используешь Интернет Сервис Через Официальные Сайты Это Прокуратура Вот Здесь У Себя В Этом Файле Который Я Приготовил Адресаты В шапке Вот Я Здесь Их Указал Именно Для Сургута Своих Своих Адресатов Вам Нужно Будет Самим Найти Но Это Легко Делается Через Поисковик Тот Же Там ФСБ Полномочный По правам Человека Вот У нас Хмао Такой Адрес У вас Там Губернаторы Свои Иногда По Очень Важным Обращениям Я Заряжаю Просто Полный Адресат У 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 Обращение Вот Я Составил Написал Все Готов Отправлять Я Просто Его Открываю Нажимаю Сюда У меня Открывается Сайт Генеральной Прокуратуры Я Через Него Отправляю Понимаете Но Это Все Опять Ж Говорю Есть Видео Которое Называется Подниматели Скамеек Там Я Об этом Подробно Все Рассказываю Как Отправить В Электронном Виде Обычно Ж Пишут Что Лицу Действующим Бездоверенности Таком 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 То Или Это Бессмысленно Писать Время В шапке Здесь Не знаю Я Писал По-разному Они Все Равно Ты Напишешь Бездоверенности Да Это Кто Получается Это Прокурор Хмао Который Есть В Игорь Прокурор Округа Он Все Равно Спустит В Прокуратуру Сургут Ему Без разницы Что-то Пишешь У него Есть Инструкция Понимаешь У него Есть Приказы От Генерального Прокурора Есть Федеральные Законы Они Давали Присягу Именно Исполнять Законы А не Выписки Игрюл И там Коммерческое Право Там Какое-то Римское Или Естественное И так Далее Они Сами Как Это Как Тебе Сказать Ограничены В Своих Действиях Все Понятно Так Вернемся К нашим Айдишникам Вот здесь Понятно Да Как это Делается Почему Я по Трем Уровням Выправляю Вы В принципе Если у вас Айдишник На городском Уровне Выдается Можете Сразу Только Ну Только Вам Проще Это Мне Приходится Вот Каждый Раз Вот Это Все В Пдф Переводить То есть Тройную Работу Делать По Каждому Обращению А Иногда Вот И Пятерную Если Это Касается Следственного Комитета Это По Особо Важным Делам Всех Уведомляю Значит Смотрите Как Происходит Что Бы Не Произошло Всегда Направляйте В Прокуратуру Низшего Уровня Ну Вот Кто Там Говорил Мари Или Ангел Что Советский Район А Дальше Вступает В Действие Прокурор Получает Это Все Да Дальше Вступает В действие 151 Статья 151 УПК РФ Это Подследственность И дальше Три уровня Прокуратура Следственный Комитет Либо УМВД Ну Обычно Тут Могут Быть И Жилнадзор Да Если Если Это УПК То Это Идет Вот Именно Прокуратуру Следственного Комитета И МВД Потому Что Они Уголовным Преступлением Занимаются А Если Вот Если Например Этот Отказ У меня Прошел По Почте О Действиях Почты С Полицейского Отдела То Значит Сейчас Нужно Писать На Прокуратуру Или Начальнику МВД Слушай Давай Примеры Чуть Позже Обсудим Я Тебе Поищу Просто Мы Сейчас Углубимся Я Потеряю Мысль Смотрите Что бы Не Произошло Направлять В прокуратуру Та В свою Очередь Если Это Действительно Уголовного Кодеса Касается То Перенаправляется Либо Сами Рассматривают Либо Следственный Комитет Либо МВД Даже Если Вы Сообщаете Что Лифт Не Работает То Тут Административка Понятно Они Перенаправляют Допустим Если Это Касается Жилищного Хозяйства И Надзора Над Ним Они Направляют Жилнадзор Или Главпочтам Или Еще Куда То В общем У вас Прокуратура Как Регулировщик По Любым Обращениям Вы Не Обязаны Знать Ни 151 УПК Ни Уголовный Кодекс Ни Административный Вы Просто Сообщайте Что Нарушены Ваши Права И Свобода А Прокуратура Сама Должна Разобраться Чего Это Касается В Какие Рамки Это Входит И Семи Семи Дней Перенаправили Все Жилнадзор Для Проверки Или Сами Проверяют То Есть Вот Такая Схема Выходит У вас Всегда Должна Быть Шапки Прокуратура Обязательно У меня У меня В моем Случай Это Всегда Три Прокуратуры Города Округа И Генерал Именно Из-за Того Что Нет Айдишников Чтобы Я мог Потом Доказать Что Я Так Предлагаю Сделать Перерыв И Потом Я Подробно Расскажу Как Действовать В случае Заявления О совершенном Преступлении А как Реагирует На то Что Вы Заявитель Как Человек Как Они Прокуратура Реагирует На это Нормально Я Изначально Я Уже Два Года Как Это Ну Почти Как Два Года Везде И И Всегда Заявляй Ся Человеком Есть Даже Видео Вон Это По НТВ НТВ Признала Живого Человека К нам Приезжали НТВшники Снимали Видео Про Нас Ну Конечно Все Потом Обставили Какие Типа Эти Сектанты У меня У меня Сектанты База Да Вот Поэтому Я говорю Что Реакция Как На это Реакцию Лучше Всего Показала Это Начальник Почтового Отделения 628-405 Это Наше Отделение Я Когда Пришел Получать Почту Что Я Не Вижу Это Вот Это Видео Ронящий А Да Вот Я На Почту Пришел Получать Письмо Это Недавно Месяц Назад Был И Начальница Отделения Мне Что Начала Типа Вот Вы Тут Все Ходите А Зеленой Ручкой Расписывайтесь Я Говорю Какая Раенница Какую Хочу Такую Расписывайтесь Нет У Нас Строго Либо Си Либо Черный Я Говорю Назовите Нормативный Правой Акт Молчание Я Говорю Вот Видите Говорю Нет Такого Закона Который Мне Запрещает Это Писать Зеленой Ручкой Ну Нас Потом Влетает Я Говорю Ну Я Говорю Так Вам Влетает Из-за То Что Вы Сами Не Знаете Законы Я Говорю Также Спросите На Основе Какого Закона Они Требуют Они Ничего Не Смогут Ответь Она Мне Это Взяла И Обозвала Говорит Вы Говорите Тут Приходите Тут Живородящий Я Говорю Так Нас Тут Оскорбляют Давай Этот Диктофон Включил И Говорю Это Вы Че Там Как Меня Назвали Живородящий Она Молчит Я Говорю Вы Хоть Вообще Понимаете Говорю Вы В школе Учились Нет Вы Биологию Изучали Вы Понимаете Что Мужчина Вообще В Принципе Не Может Рожать Я В Школе Не Учился Я Тоже На Этому Ловлю Сразу Говорю А Как Вы Руководителем Отделения Стали Если Вы Школе Не Учились Без Образования Она Поняла Что Все Лучше Молчать Но В итоге Я Сказал Что Это В Извинился Повел Ся По Человек Ну Я Не Знаю Должностное Лицо И Повел Ося По Человечески Все Нормально Аудиозаписи В эфир Не Пойдет Человек Извинился Все Нормально Чего Какие Вопросы Еще Есть Я Предлагаю Перерыв Сделать Или Что Это Какие Срочные Вопросы И Потом Вот Взять За УПК 141 Да Нет Вопросов Нет Теперь Не буду В прокуратуру Городскую Уходить Нет Я вам Говорю Нет Удаленно Просто Посмотри Вот это Видео Которое Говорил Это Перерыв Насколько Делаем А Перерыв Насколько Делаем Так Ну Минут Десять Хватит Вполне Я не знал Что Можно Не подписывать Заявление Я все Свои Заявления Подписываю Нет Не 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 Подожди Подписываться Наверное Только Бумажно Да Электронно Не Подписываются Так Я понимаю Или Все Не Подписываются Прокуратуру Когда Вы Отправляете Я Понимаете Процедура Подписи Она Нужна Только В двух Местах Вот Со Всеми Где Я Сталкивался А у Меня Шапка Я вам Говорил Там Где-то 20 Адресатов Это И Президент РФ И Следственный Комитет И Прокуратура И МВД И Жил Стоп Вот Жил Надзор Там Надо Подписывать Я Потом Объясню Как Это Делается Вот Везде Куда Я Писал Требует Только По-моему В трех Местах Это ККС То есть Квалификационная Коллегия Судей При Подаче Иска И Какого-то Обращения В суд Через Газ Правосудие И Жил Надзор Все Три Места ККС Суд И Жил Надзор Я Потом Объясню Как Это Делается Как Это Можно Все Обойти И Тоже Не Выходя Из Дома Все Это Сделать Ходить Никуда Не Надо Во Все Остальные Места Я Не Подписываюсь Вот Как Документ Составил Так И Отправил Все Единственное Отвечаю Да Обязаны Единственное Что Я Сейчас Покажу Быстренько Это Видео Я Говорю Не Отвечают Может Из Подписи Нет В Обращениях Как Ростки Да Нет Ты Что Если Нет Подписи Они Все Равно Отвечают И Вот ККС Мне Недавно Ответ Пришел Прям Так И Пишут В связи С тем Что Невозможно Удаться Верить Личность Там И Типа Это Является Анонимкой Подпись Обязательно Мы Только Суд И Только Жил Надзор Вот Видео Называется Подниматель Скамей Месте Женщинами Или Как Отправить Обращение Не Выходя Из Дома Вот Тут Все Показываю Рассказываю Прям На Примере Как Подтвердить Как Отправить Как Заполнить Как В ПДФ Перевести Вот В ССП Тоже Отправляю Жалобу Ну И Комментарии Свою Даю Которые Принципе Сейчас И Это Тоже Поясняю Посмотрите Видео Тут Все Понятно Тут Всего Вот За 20 Минут Я Во Сколько В 5 Или 6 Мет Отправил Не Надо Часы Тратить Час Туда На Дорогу Час Обратно Еще Там Час Это Еще Это Как Это Говорится Надо Еще Отдохнуть После Такой Поездки Восстановиться Это Все Не Надо Вот За 20 Минут Не Выходя Из Дома Через Интернет Все Отправили Так Ну Все Давайте Это Перерыв Делаем Или Вопросики Есть Насколько Еще Примерно Чтобы Понимать Распланировать Ну Сейчас У нас Сколько Полтора Часа Прошло Я Не Знаю Можем Потом Перенести Либо Но Все Рано Запись Будет Кто-то Из Вас Останется Да Я Думаю Где-то Так Час Может Максим Будет Здесь Дальше Все Я В основном Это Все Рассказал Просто Надо В частности Именно Как Это Делается Именно По ВК 141 И 124 Тут В принципе Рассказать Немного Я думаю На час Максимум Будет Так Все Перерывчик Затанавливает 124 И 121 Что Это Что За Стать 141 124 А Вот После Перерыва И Расскажу Хорошо Так Запись Останавливают 45 минут Собираемся Обратно Все Понятно Просто По поводу Возражений Так Тяжеловато Информация Пошла Каких Возражений Ну Вот Если Допустим Отписка Там Или Еще Что То Возражение Там По 5 39 По 50 Например Ну Давай Откроем Ну Это В принципе Наверное Больше Как Бок В принципе Никакого Опыта Тут Чисто Шаблонами Долбить Все Шаблоны Я вам В принципе Выдам Вот здесь Они будут Ну Допустим Мне Дверь Взламывали Да Я Этот Пожарный На Новый год Год назад И Мне Этот Начальник МЧС Местного Отписался Что Задымление Было В первом Этаже Ой В четвертом Подъезде Я то Живу В первом А он Мне пишет Что Поступило Сообщение Задымление В четвертом Подъезде Ну То есть Получается Отписка Я У него Требовал Там Много Каких Сведений Вот Такое Заявление Сразу Накатал Что Требую Предоставить ФИО Кто Когда Вызывал На Какой Номер Почему Именно У меня Дверь Зломали И так Далее Короче Мне Ответил Вроде Ответ На Три Страницы Но Такая Фигня Вообще Ни О чем И Большинство Народу Просто Не Обжалует Вот Такие Вещи Первое Что Меня Удивило Что Задымление Было В четвертом Да Я то Живу В первом Вот Соответственно Пишется Вот такая Обжалование По 559 В Генеральную Прокуратуру Что Тут За звуком Антон Алло Слышно Меня Вы Не волнуйтесь Меня Будет Отлично Слышно На Видео Потому что Я От себя Записываю Видео Если Вы Конечно Сообщайте Если Звук Плохой Видео Где-то Потом Можно Пересмотреть Конечно У меня На Канале Сургут Надзор 2 Ну а я Сам Своё Видео Записываю Да нет В смысле Я же Всё Подряд Пишу Я Потом Перемонтирую А ну вот 559 Обжалую Эту Отписку Белоконного Так 29 декабря Получил Было Направлено Обращение О том То О том То Так На Домашний Адрес Получил 1 Февраля А вот Он Сроки Нарушил Смотрите 29 декабря Отправил 1 Февраля Он Прислал Ответ Соответственно Я При этом Сканирую И Сам Конверт Чтобы доказать Что он Видео 26 Только Отправил А Получил Я Вот И Об Этому Я Здесь Пишу Тоже Указываю Вот Эти Все Нормы Закона Получать Письменный Ответ По Существу Поставленных Вопросов Соответственно Он Мне Не Ответил Объективно Всесторонне Своевременно Не Ответил Не Не Принял Меры На Восстановление Защиты Прав И Свобод Ну То Есть Ни Дверь Не Восстановлена Ни Обстоятельства Не Выяснены Никто Не Допрошен Никто Не Опрошен Он Вообще Ни Один Документ Не Привел И Никакие Сведения Не Поднял То Он Должен Был Изучить Записи Радиопереговоров Журнал Учета Происшествий Поднять Изучить Это Все Вообще Этого Ничего Не Сделал Ну И Соответственно Нарушение Письменный Ответ По Существу Не Дал Отписка Так 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 Я то живу В первом Подъезде А он Мне отвечает Что Вздымление Было В четвертом Тут Я Пытаюсь Доказываю Его Вино Что Он Нарушил Закон Рассмотрения Обращений Нарушил Порядок Рассмотрения И Дальше Пишу Таким Образом Действия Начальника Отряда Имеется Достаточно Признаки Указывающие На Совершение Им Административного Правонарушения Предусмотренного 5.59 К.А.П.РФ И Требую Это Возбудить Производство По Делу Административного Правонарушения А Это Я Нормы Закона Привожу 25.11 К.А.П.РФ 40 Привлечения Истекает Такого-то Числа То есть До 26 Марта Мне Нужно Успеть его привлечь К административной Ответственности По факту Нарушений Возбудите Административное Дело Признать заявителя Потерпевшим В случае Отказа Направить Все материалы В управление МЧС Тоже такая Интересная Приписка Не можете Сами разобраться Отправляйте Отправляйте Выше И Принятых Мер Отправить Мне На Электронный Адрес Вы Понимаете Я С февраля С 26 Февраля По 10 Сентября В этом Году Вынужденно Путешествовал По стране Ну вы в курсе Да Меня тут Дверь Выломали Без меня Мне повезло Что меня не было Дома Дверь Вынесли Искали Мой труп Либо Неадекватного Мужчина Чтобы Опять Всех Сдать И Соответственно Я был Вынужден Отправиться В вынужденные Путешествия И оттуда Из вынужденного Путешествия На Ноутбуке Без экрана Вообще То есть Я по пути Там В ходе Путешествия Искал Где-то Монитор Внешний И Вот Таким Макаром Я Удаленно Продолжал Их Долбить Вот этими Своими Обращениями И Добился Вернули Вещи Этот Травих Из Семейный Кланта Который У меня В квартире Побывал За отцем Мстил И Этот Начальник Полиции Тоже Ушел В отставку Ну и Соответственно Приложение Ничего Подписывать Не надо Видите Вот Обыкновенный Вордовский Файл Отправляйте По адресам Шапки Об этом Видео Я тоже Все Рассказываю Это Когда Написано 2 Февраля Почти Год Назад Вот Так Это Обжалуется Вот Эти Шаблоны Берете И Все Главное Действует По схеме Которую Я показываю Образцов В интернете Много Как Обжаловать Любые Отписки Но Нигде Я не Видел Пояснение Вот Этого Всего Процесса Как Это Делается Как Это Происходит Сколько Дней На Пересылку Сколько Дней На Обжалование С Я Ответил На Вопрос Да Да Все Понятно Дальше Идем Сообщение Преступления Рассматриваем Да Смотрите Вот Это Самая Главная Тяжелая Артиллерия Уголовный Кодекс То есть Если Вот Здесь Еще Могут Там Кого То Из Должностных Лиц Пожурить Там Ну У нее Там Может Страф Там Действует Административная Это Все Во-первых Понимаете В истории Судебного Производства Сохраняется Во-вторых В личную Папку Все Попадает То Должностное Лицо Что-то Совершает У него Это Все В личную Папку Попадает И Плюс Еще Судебная Практика Если Он Будет Привлечен К Административной Ответственности Вот У нас Так Управляющую Компанию Дезвжр Удалось Привлечь К Административной Ответственности Но Через Жилнадзор Но Они Передали Дело Административное Не Сами Рассмотрели А Передали В этот Мировой Суд Мировой Суд Ограничился Устным Предупреждением Управляющей Компании Но Все равно Это В истории Осталось Понимаете И В следующий Раз Когда Я На них Буду Докапываться Они Уже Устным Предупреждением Не Отделаются То Есть Дом Семь Подъездов Ездили На Лифтах Просроченных Уже 8 лет Как То Есть Опасные Для Жизни Были И Они Посчитали Что Достаточно Устное Предупреждение Управляющей Компании Вынести Но Результат Вот Такого Обращения И По Административке Там По Мому Статья 14.1.3 Капрф Нарушение Лецензионных Требований Результат Таких Вот Такой Деятельности Это То Что Был Сделан Безоплатный Ремонт Во всех Подъездах И Поменяли Все Лифты Дом Не Узнать Изнутри Ну В принципе Снаружи Они Там Тоже Много Что Сделали Швы Поутепляли Везде Во всем Доме Вы Понимаете Если Вот Я Тут По сути Один Долблю Все Эти Органы И Желнадзор И Управляющей Компанией И Прокуратура И Следственный Комитет Всех На Свете А Если Вот Таких 3-4 Человека В Городе Вот Они Будут Между Собой Общаться И Вот По Такой Схеме Действует Которые Предлагаю Прокуроров Можно Менять Как Перчатки Вот Я Реально Говорю Порядок Можно Навести Буквально За Полгода Максимум В Городе Так Вот О чем Если Здесь По ФЗ 59 Это Административка Штраф Максимум Могут Дисциплинарное Взыскание Выговор Занесение В Трудовую Книжку И Далее Предупреждение Лишение Премии Так Далее Такие Легкие Взыскания То Здесь Уже Грозит Реальный Уголовный Срок То Здесь Уже Реальный Срок Уголовный Грозит И Тут Не то Что С должности Можно Слететь Тут Можно Сесть За Решетку И Надолго Все Зависит От Того В Каких Отношениях Скажем Так Под Ответственное Лицо С Другими Должностными Лицами Своими В Том Числе С Руководством Если Его Даже Не Посадят То Чтобы Как Сказать Избежать Ответственности Вот Как Я Говорил Да Прокурор Прокурором Суде Я Говорю Вы Понимаете Что К вам Едут Гости В Таких Же Голубых Рубашках Как У вас Только С Москвы И С Пустыми Карманами Если Они Их Даже Не Накажут По Закону То Там У Карманы Финансовая Поддержка Не Поддержка А Как Тебе Сказать Ну Да Я Это Имел Ввиду То Есть Эти Пустые Карманы Должны Либо Наполниться Либо Это Загрузит Их По Полной Часть Да Да И Это Все На руку Тем Кто Борется С Этим Беспределом Понимаете Я Понятия Не Имею Какая Там Подноготная Творится Но Примерно Для меня Слухи Доходят Что Там Кому Кто Как Куда Съездил Зачем Они В отпуск Уходят Куда Их Вызывают И Что Они При этом Делают И Это Называется Как Это Жатва Грубо Говоря Чтобы Сделать Такую Жатву Чтобы С Москвы Сюда Кто Приехал Вот Как Мне Жил Надзоры Заказали Мы Действуем Только По Письменному Обращению Потока По Жалобам Населения Я Говорю А Вы Говорю Плановые Проверки Проводите Они Говорят Нет Мы Говорят В этом Году Ни разу Ни Одной Проверки Не Проводили Я Говорю А Как Так Получается Весь Город Ездит На Опасных Лифтах А Вы Бездействуете И Плановые Проверки Не Проводите Мы Действуем Только По Заявлению Этих Жильцов А Жильцы Все Молчат Никто Не Знает Что Не Ездит На Просроченных Лифтах Понимаете А Я Вот Уже Сколько Полтора Года Не Молчу По Каждому Правонарушению Сразу Это Заявление Желательно Это УПК РФ То Есть В рамках Уголовного Кодекса Если Так Не Получается Тогда Простое Обращение Заявляют Требуют Провести Проверку Дисциплинарной Ответственности Провести Проверку Если Было Таких Людей Побольше То Наверное Действительно Как ты говоришь Порядок Был Везде Во всем У них Руки Опустились Они Свободу Счувствуют А у меня Выхода Не было Я тоже Не хотел Этим Всем Заниматься Просто Когда Я Из Психушки Вышел Я Понял Что Если Я Заново Заново Да И не факт Что В следующий раз Оттуда Выйду Понимаешь Не обколот И не отпичканы Ничем И вот Я за них За всех Взялся И я Понял Что Ну Это Битва Один на Один Получается Я Против Всех Или Они Против Меня Одного В общем Меня Мало Кто Поддерживал Ну Я Именно Здесь В Сургуте То есть Все Обращения Составлял Выкладывал В общий Доступ И Получается Это Не все Конечно Но там Часть Которые Могут Люди Могли Мне Помочь То есть Вот Я Показывал Это Видео Фотографию Со Следственного Комитета Не знаю Тут Видно Нет Вот Такая Стопка Находится Только В Следственном Комитете Вот Эти Три Верхних Тома Это Только От Меня А Вот Эти Шесть Нижних Это От Других Людей Моих Интересов То есть Я смотрела Как раз Вот Этого Ролика Вот И Народ То есть Их Долбил Со всех Сторон Мне Даже В камеру Приходили Там Следователи Несколько Раз Приходят Толстой Пачкой Говорят Вы Такую Знаете Нет А Такого Знаете Нет А Такого Из Камчатки Белгородской Области Самары Еще Откуда Я Понятия Не Мею Кто Это Почему Они Пишут В ваших Интересах Я говорю Я не знаю А им же Это все Отработать Надо Понимаете На каждую Такое Письмо Ответить Надо Какие-то Материалы Проверки Приложить И так Далее Составить Это все И это все Хранится Как минимум Три года И рано Или поздно Это все Выстрелит Понимаете И вот Каждая Фамилия Кто со мной Сталкивался Они сейчас Бегают От меня Вот не зря По Сургут Информ ТВ Сказали Следователи Прокуратура Вот они Поэтому Хватаются Потому что Не боятся Оказаться Вот в этом Списке Вот здесь Вот В этой Стопке Это Стопка Только Следственном Комитете А еще В прокуратуре По моим По счетам В 5 раз Больше То есть Итоговая Стопка Наших Всех Обращений Примерно Ростом Смы Это Высотой Смой Рост 180 Сантиметров Понимаете Да Именно Поэтому Вот сейчас Целые Здания От меня Закрывают Когда Пришел Сургутский Городской Суд Они Чтобы Не допускать Меня Ни до Судей Шерстобитого Ни до Председателя Суда Они Просто Дальше Первого Этажа Нас Не пустили Закрыли 4 из 5 Этажей Здания Потому что Знаешь Что я Со мной Как не Разговаривай Все равно Будет Интересное Видео Понимаете Антон Приезжай К нам Самару Я же Вам Говорю Не обязательно Куда-то Ездить Можно Сообщать Действовать Вы Допустим Составили Документ Выложили И Просите Ребята Поддержите Отправьте Это Со всех мест Я Как я Документ Составляю Там Все В шапке На Указано Поставляешь Свои Данные И Тратишь 10 минут На То Чтобы Отправить Три Прокуратуры Все Понимаете Флешмоб Такую На всю Страну Ребята Помогите Вы Поддержите Нас У нас Была Группа Быстрого Горячего Реагирования Быстрого У меня Такой Группы Не было У меня Просто Была Моя Страница Сургут Надзор Да У меня Там Сколько Человек А ты Не Был В группе Этот Гор Какого Телеграмма Телеграмме В группе Гор Тебя Не Было Разве Нет Группа Быстрого Гор Гбр Группа Быстрого Реагирования Или Группа Особого Редя Группа особо реагировать ну таких чиновного чай садаются поддерживали все у кого что надо сразу начинали все звонить во все структуры звонить писать убить поддержку человека ну понятно таких часов много имеется тоже параллельно сами создаем по любой проблеме ну папа потому помогать от моды давай поочередно разговаривать смотрите вот я просто в своей что меня спасло то что я сам себя раскрутил через свой youtube канал и свою страницу вконтакте на тот момент у меня там где-то 2000 подписчиков было до часа 4000 почти 100 я просто здесь вот документы размещаю постоянно и если требуется помощь пишу народ кто это окажите помощь там помогите отправьте тоже от своего имени я вам скажу что мало кто отправляет но даже теми малыми силами которыми отправлять вот столько томов понимаете а это со всей страны даже со всего мира присылают вот неважно где вы понимаете вы можете находить в ойландии в камбодже вы все равно можете вот такие обращения отправлять вот таким образом можно это как говорится это вот слабое место системы такое а самое слабое место сейчас я вам поведаю самое интересное это вот именно вот это вот тяжелая артерия это уголовно-процессуальный кодекс значит как делается я вам говорил да любое любая ситуация проще отправляйте прокуратуру желательно в этот заявление о совершенном преступлении и дальше они сами перенаправляют куда надо как происходит по закону реагирование на заявление о совершенном преступлении как по закону у них есть то есть вот тут цифры отображены где я уже три дня на регистрацию прибавил посмотрите 144 порядок рассмотрения сообщения о преступлении а чтобы это было именно сообщение о преступлении вы прямо так и пишите в это в шапке заявление о совершенном преступлении соответствии со статьей 141 упк рф так где тут у меня пример 141 упк ну вот кабаченко допустим заявление о совершенном преступлении соответствии статью 141 упк рф тут описывайте все что произошло потом так в данном случае судебных приставов не было законных оснований для применения физической силы связи с чем своими действиями кабаченко в совершил преступление предусмотренные пунктом а часть 3 статьи 286 ук в действиях такого-то усматриваются признаки преступления предусмотренные частью 1 статьи 286 ук рф то есть вам ну не обязательно в них разбираться можете это просто предусмотрено ук рф вот так вот указать понимаете а дальше это по данному факту так она составлен акт на основании чего требует организовать проведение проверки в порядке статьи 144-45 рф а это о чем говорит это то что его будут вызывать следственные органы следователи с него будут выбрать объяснение пояснения там я не знаю как это да да следственные мероприятия проводить я не знаю будут с них это расписку брать задачу ложных показаний по моему берут с них как мне сказал один полицейские когда мы с ним через месяц увиделись еще вы в это в июле или в августе что ли прошлого года то есть мы с ним до этого месяц виделись назад а потом ну все с ним увиделись и так нормально с ним пообщались и дружественно нормально это уже но не видел что не агрессивный нет нет видео себя культурно общается вежливо и поржать можно с ним все таком не заявил горит ты горит ты знаешь горит у меня горит до сих пор сколько времени прошло меня горит до сих пор по этим следственным органам это мотает по одному твоему только заявлением а когда я вот столько отправляют по тысячи за полтора года 1000 обращений представляете как это вот как их затаскивают по этим следственным органам все прикладывайте приложение отправляете из любого места по закону они открываем 144 до статья они обязаны принять действия в течение трех суток вот срок не позднее трех суток но прибавляем три дня на регистрацию и они если то есть они должны провести проверку совершенном преступлении в течение трех дней если они не укладываются в этот три дня они должны продлить до 10 дней ну плюс три дня на регистрацию и при этом выслать уведомление о продлении сроков рассмотрения проведения проверки я вот таких вот уведомлений ни разу не видел ни одного смысле не получал а видел я их только в материалах проверки и то когда я знакомлю со с материалами проверки на меня вызвали три наряда полицейских это шесть человек и два журналиста чтобы я не смог ознакомиться с ними запретили фотографировать и так далее в общем схема такая они три дня должны рассмотреть потом продлить до 10 и в крайнем случае там вот прям написано что так при проверке сообщения так 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 где тут про 10 суток так вправе по мотивированному ходатайству соответственного следователя дознавателя продлить до 10 суток не где-то тут до 30 это прям совсем вот так вправе продлить свой этот срок до 30 суток с обязательным указанием на конкретные фактические обстоятельства послужившие основанием для такого продления то есть они должны привести ну реальные там я не знаю я так я не знаю что не должны прийти потому что ни разу не видел таких уведомлений в мельком увидел вот материалов проверки и все но вот по моей практике они всегда эти сроки продлевают до 33 дней до 30 плюс 3 дня на регистрацию а уведомление не мне ни разу не отправляли и дальше чего не делают присылает мне просто отписку либо игнорируют мое это заявление о совершенном преступлении а еще чаще всего они вот это заявление о совершенном преступлении рассматривают как простое обращение в порядке 59 фазе то есть скрывают факт совершенного преступления и не проводят по нему по нему проверку они они его вообще скрывают и переводят в порядок порядок 59 фазе это типа знаете я им говорю вот это прихожу прихожу к прокурору говорю там у вас на улице то это труп валяется а он не отвечает ничего страшного завтра там это уборщики уберутся типа того понимаете ну тут наверно да надо добавить отчет бы добавить вот она отписка по фазе 59 вот так они делают переводят в это по закону 59 фазе здесь то же самое а что на самом деле должно быть то есть они по идее вот через три дня проверки должны сразу уже вынести решение а либо передать дальше по последственности там в мвд либо там я рассказывал 51 пк рф либо вынести решение об отказе возбуждения уголовного дела вот таких штук я тоже мало видел либо решение о возбуждении уголовного дела таких я вообще не видел никогда ни одного уголовного дела по 1000 обращением не это не возбуждено и соответственно а почему решение нет да потому что они все стараются в это в простое обращение перевести спрятать признак преступления почему у нас статистика с каждым днем уменьшается совершенных преступлений а вот именно поэтому потому что они вот это все скрывает вот как я показывал эти обращения граждан в книгу учета совершенных преступлений они заносят но потом просто эти страницы не не прошиты переписывают и все и нет никаких преступлений понимаете я вам реально говорю что по моим наблюдениям 99 процентов преступлений скрывается 99 процентов и переводится все в порядок 59 фазе ну что что это типа просто там типа я им жалуюсь на плохую погоду понимать антон потом как-то лично связаться просто свои вопросы какие-то обсудить можно с вами да конечно вот сейчас контакты все свои сброшу вот файлы которые подготовил тут тоже мои контакты будут вот это все будет приложено к видео в качестве архива так сейчас чат сброшу контакты ну и так же по skype можно да конечно понятно хорошо так смотрите самое главное к чему подбираемся то есть они постоянно вот эти сроки продлевают а потом вообще отвечает как на простое обращение как это можно регулировать вот здесь вот в качестве триггера до срабатывания но пока 141 если вам прям срочный вопрос прям надо прям до долбить это дело прям срочно и очень важно допустим я не знаю там электричество отключили мы какой-нибудь семье с малолетними детьми с инвалидами тем более и надо это срочно вопрос пробить вы просто вот вот здесь можно выставлять не 33 а допустим 6 дней и писать если вам не прислали уведомления так где-то вот вот тут я расписал да вот вам должны прислать уведомление если уведомление не прислали вы уже можете писать жалобу в порядке 124 пока это жалоба на любые действия бездействия должностных органов так у кого-то микрофон валерий не забывай пожалуйста микрофон выключать то есть как только они первые сроки пропустили и не прислали вам уведомления на на электронный адрес все делается через электрон или на почту там я не знаю ну в общем не в каком виде ничего не получили сразу отправляете это жалобу пока 124 можете выбрать средний вариант то есть вот эти 13 дней за отслеживать я вот выставляю 33 потому что у меня очень много обращения просто не успеваю на все реагировать но иногда я прям это по важным делам выставляю именно 6 триггер а можно вообще устроить смотрите вы написали так 141 у пк снежный ком называется или ахиллесовая 5 системы геометрической прогрессии завалить их почему мне двери взломали потому что я начал вот такие у снежные камы устраивать для них для всех отправляйте заявление порядке у пк 141 ждете 6 дней уведомление не прислали о продлении сроков сразу пишите 124 у пк жалоба у нее рассмотрение жалобы в порядке у пк 124 похожие сроки только там один раз можно только продлевать до 10 дней и соответственно тоже должны про это прислать уведомление о продлении рассмотрения сроков жалобы соответственно вот вы написали заявление прошло 6 дней нет уведомления вы пишите 124 у пк здесь контрольный срок тоже 6 дней дальше вот здесь у проходит 13 дней пишите нету винита не прислали уведомления здесь пишите 124 пока тоже жалобу что прошло 13 дней и это срок контрольный также 6 дней выставляете уже понимаете вот здесь вот 33 дня на так тоже нет уведомления не уведомления не ответа не вы не привета ничего да или в ли отписка там или ночью любой вот из этих вариантов которые вас не устраивает хотя могут и решение возбуждения волонного дела прислать но тогда процесс остановится а тут получается но мне не ни разу процесс не останавливаться постоянное обжалование вот этот процесс идет соответственно на жизни жалобы 124 и здесь такие же процессы идут вот от от этого срока 13 дней прошло до тоже у пк 124 здесь 13 дней прошло тоже у пк 124 и вот и вот так это как снежный ком получается понимаете вот так вот вот так вот вот так оно понеслось понимаете и вот сюда и короче это к такой геометрической поэта прогрессии получается и такие штуки чем заканчиваются сейчас покажу 411 листов вот я не зря веду этот учет страниц короче вот эту всю переписку я начал примерно 1 января 4 февраля то есть через месяц прокурор ханты-мансийска сибарсов начальник отдела по надзору вот я вам говорю в начальнике отдела отвечает сибарсов пересылает мы все мои сообщения прокурору города сургута обратите внимание на количество листов и так каждый день уголовный это примерно знаете как как два вот таких тома вот каждый день к нему такие два тома кладутся понятно да это называется все это снежный ком или ахиллесова пита системы можете тоже вот поиском это пользоваться здесь у меня на странице все есть там и дальше примеры есть там 411 300 страниц и много-много этих обращений и кстати вот 4 февраля до 13 марта мне дверь взломали в квартиру то есть они поняли что они они не просто вот такими объемами не справляется а все что мне нужно было это просто либо отказ возбуждение уголовного дела либо возбуждение уголовного дела они мне не то ни другое не уведомление ничего не присылали чем они обосновали вообще свое действие чем ничем что не хотели то в принципе сломали ничего не с тобой сделали так я типа это ну посмотри видео я там все поясняю они искали мой труп то есть официальная версия был трупный запах из моей квартиры и по подъезду бегал неадекватный мужчина чего не хотели сделать еще и труб найти понимаешь пугать хотим ты какой попугать пугали меня за полгода до этого когда угрожали сдать психушку там вывести в лес и положить один килограмм героина в карман на словах а потом надели это ну смысле на реальном деле сдали психушку все как они обосновали значит не как там все написано все это со слов сотрудников полиции тоже видео есть посмотрите потом через два месяца только через 62 дня меня это полностью оправдал окружной суд это видео у нас называется вот мы живые здоровы или бурлузки против коллеги округа прецедент россии вообще то что впервые суд россия отменил бессрочное принудительное лечение принимала применялась конкретно применялась нет меня не лечили ничего мне просто удерживали незаконно просто одежда да но при этом я столько насмотрелся настолько на это как вам сказать незабываемые ощущения вот видео есть можете посмотреть я тут все рассказываю что произошло как произошло тут все все доказательства все тут вся вся чушь которые не написали и полный разгром что слова сотрудников не могут являться доказательством при это при вот таких обвинениях вообще то есть у них не было ни одного документа не не связи ских показаний ни одной бумажки не медицинской экспертизы не судмеда экспертизы не видео вообще ничего понимаете да так и было написано просто так и так и написали со слов сотрудников полиции то есть любой полицейский получается у нас приведет любого человека скажет он псих и все ему бессрочное принудительное лечение того что там на митинге тоже было что кинули стаканчик якобы потом парня обвинили со слов тоже было сказано вот здесь про этот про лавину понятно да как это делается когда поняли то есть здесь что удобно вот эти вот заявления о совершенных преступления они обжалуются в порядке упк 124 и сами жалобы в порядке упк 124 если по ним нет реакции и нету про это уведомление о продлении сроков до 10 дней по ним тоже жалобы упк 124 получается и хотите можете в максимальные сроки выставлять либо там ну позже намного реагировать ну прошло там у вас там 40 не нашли время там ну нечем заняться это можно вот написать причем эти жалобы вот упк 124 чем они удобны они они все шаблонные там просто сроки меняешь делать сейчас покажу куда 4 упк вот допустим по первому кругу то есть а вот здесь вот упк 124 124 я дальше третьего круга никогда не уходил они сразу на это начинали реагировать тут 11 получается здесь 1213 понятно да чтобы было что на к на какую жалобу 14 здесь 12 1 но таким образом короче они это все взаимосвязаны и в геометрической прогрессии идут получается можете максимальные сроки выставлять а можете вот именно вот взять минимальный и все и закуситься из-за какой-то проблемы и все и долбать до последнего по это до последнего да еще если у вас есть какие же это от своего имени или допустим обучить двух-трех человек рассказать им это все и чтобы они вот сами стартовали вот такое заявление в порядке упк 141 и сами его постоянно сопровождали вот такими жалобами порядке упк 124 как такая жалоба выглядит примерно сейчас покажу где тут открывал по шерстобит у жалоба в порядке 124 тогда тогда ты написала заявление в порядке упк 141 вот я указываю видите прокуратуру хмао такой-то регистрационный номер это я потом это научился через какой-то сайт там у них специальный то ли газ правосудия то ли как это регистрирует именно прокуратуре хмао но привычка отправлять по трем уровням она осталась и получается генералку такой-то номер следственный комитет такой-то номер вот следственный комитет рф их мало выдают регистрационные номера так пишем тогда ты написал пока 141 должны это при продлении должны выслать уведомления до 30 30 суток тоже уведомления копия постановления об отказе в течение 24 часов должны выслать прошло столько-то дней ничего не отправили ничего не поступило требую провести проверку то-то то-то приложение самого обращения порядке 141 и все вот она кратенько и отправили просто заходите вот эти вот все свои данные даты о чем писали айдишники вот эту дату и вот эту дату приложение ну тут мало чего надо менять то есть все это шаблон и отправляете эта жалоба по первому кругу по второму ну примерно так же выглядит только с предыстории на что тогда-то отправлял само заявление упк 141 вот она да потом отправил в упк 124 жалобу тоже нет реакции нарушается такой-то приказ такие-то сроки ну и соответственно опять требую провести проверку и все это отправляется на уровень выше то есть уже не в городскую а в генералку и это в окружную почему я в генералку отправляю потому что у меня прокуратура хмау не выдает айдишник тут также можно это управлять только по уровню выше прокуратура хмау не ответила по третьему кругу уже в генералку жалуемся тоже вот тут пример есть а вот я же прям желтым выделил что нужно менять тут тоже самое тогда-то отправил заявление 141 упк сроки продлили не рассмотрели прошло больше 6 месяцев исходящий такой-то номер такой-то 13 суток вот видите да как мало чего надо менять вот это все поменял и отправил не выходя из дома за две минуты реакция колоссальная потому что вот эта папочка личная она очень сильно копится и как говорится вот весы до понимаем на одной чаше весов вот это вот дело личное она все копится копится больше больше становится а вот это то что надо уравновесить этот когда гости с пустыми карманами при приходят или даже сами начальники вызывают и говорят или вот они решения принимают там кого-то подвинуть куда-то сдвинуть кого-то выкинуть ему может надо они смотрят у кого больше папочка понимаете вызывает на разговор слушает у тебя вот очень большая папочка ну понятно да всем эти интриги и вот на этом очень хорошо можно играть именно для этого это все делается вот у меня мало результатов чисто из-за того что многие не видят что там внутри творится от творится тому это очень это интересные вещи вот как результат можно посмотреть вот вот такая схема была и это все разрешилось буквально недавно то есть где-то сентябре то есть где-то 10 месяцев ушло на то чтобы вот это вот все сделать начальник омвд по городу сургута сначала ушел в отпуск где-то три месяца он был в отпуске ни с того ни с сего а потом где-то в мае по моему 8 мая что я что ли вышло новое что он это уволен потом ушел бабушкин младший где-то в июне 2 июня по моему потом старший бабушкин ушел где-то в августе что ли или сентябре а 14 16 октября что ли вот так недавно а совсем недавно где-то месяц назад узнали что там еще один бабушкин работал и он тоже уволен а вот что творится с женой бабушкина это еще не неизвестно там она работает или нет но это один из результатов которые наверху и его видно то есть скажем так верхушка айсберга понятно да и все это позволяет вот эта таблица делать отслеживая сроки то есть вы такое заявление написали у вас жизни прошло вы берете пишите жалобу пока 100 124 и отправляйте ее на уровень выше и весь этот учет ведете ведете у вас это таблица растет и вы ни одну бумажку не потеряете вам приходит какому не какая-нибудь отписка вы сохраняете и прям сразу это чтобы не забыть прям присваивайтесь там следующий номер 342 и тут себе пишите заметку там обжаловать отписку от такого-то числа 1228 день все сохраняйте папочки но я обычно вот такие номинования файлов всех делаю сначала дата потом номер исходящего потом название примерно если это жалоба в порядке упк 124 то я обычно пишу вот так 2019 допустим сегодняшняя дата 28 пишу номер текущей 341 жалобы и что обжалую ну допустим обжаловать этот 335 335 и жалобы на отписку там какой-нибудь прокурора все я вот по этим номерам через любой поиск на своем компьютере всегда смогу найти нужно нужный мне документ либо по этому номеру либо поэтому принципе все вопросики общий давайте общий сначала вопросы личные на потом оставим у меня вопрос то есть я например пишу обращение в 3 инстанции да они они мне дают отписку ну в общем то допустим отписка и я уже пишу на эту отписку как раз таки по сто двадцать четвертую пока правильно или или нет ты что пишешь вот три типа обращения есть точнее изначальных два типа обращения либо этап и за 59 который не рассматривается либо это уголовное дело что ты нет например я жалобу пишу жалобу на что и волеизъявлений ну ну неправомерный допустим ответ госжилу инспекции нет это у тебя уже идет это ответная реакция давай пятьдесят пятьдесят девятый а ну допустим вот я написал госжилу инспекцию они мне допустим не отвечали они нас тут управляющей компанией неправомерно установил коммуникации интернета да вот же инспекция там два-три месяца не отвечала вот ты ты смотри что делаешь вот такое делаешь обращение до выставляешься это 33 дня вот у тебя 33 дня прошло у тебя вот здесь вот краю это красным загорелась примерно это вот так выглядит ку еще меньше на поставить вот у тебя прошло там несколько дней у тебя красным засветилась соответственно вот по этой схеме ты берешь и привлекаешь руководителя данной организации по 559 пишут опять же смотри везде всегда все в прокуратуру плюс ты еще можешь добавить жил надзор этот много же инспекция здесь до жил инспекцию точнее не добавить шапку а сделать два два документа первое это в прокуратуру с требованием возбудить административное дело 559 а второе обращение ну типа жалобы тоже в порядке 59 фазе только уже в жил надзор и уровнем выше ничего вопросы а по уголовке значит ставим 66 или 13 дней до ждем вернее да все зависит от вашего желания к на каком поводке вы хотите держать прокуратуру если прямо совсем коротком то ставите 6 дней если на среднем 13 на на длинном 33 и выше в сроке в сроках вы сами себя не ограничиваете вы можете и через 50 дней написать жалобы понимаете рассмотрена сейчас я пишу не жалобам там допустим я пишу в прокуратуру как я же могу писать заявление да давай это чуть чуть под конкретнее что о чем ты ну смотри у меня ситуация такая в школе с ребенком там обвиняют и преследует директор должна директора администрации школы вот сначала обвиняли в употреблении какого-то там табака снес вот я пошла на тестирование ребенка за справку о том что он не потребляет что анализ прошли отрицательно показал подожди давай постепенно смотри подожди давай мы не беседуем понимаешь мы для всех видео записываем поэтому ну аккуратнее пожалуйста не надо перебивать не как тебе сказать вперед паровоза пошла не беги потому что тут надо это все четко разделять смотри что я услышал клевета да то что твоего сына так превышение должностных полномочий ну уже знаем до 206 в этот статья да что еще зло злоупотребление должностными полномочиями да ну там еще разжигание между детьми вот это разжигание 285 это злоупотребление что там еще и самоуправство да она там допустим применяла физическую силу или там я не знаю ограничила свободу обыск до вот 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 это все пишешь даже если ты не знаешь статьи ты вот это все пишешь к оклеветала зло в публичном месте там добавляешь да причем вот каждая статья в уголовном кодексе она имеет части некоторые и чем большей части это номер части тем больше ответственность ну то есть там с применением физической силы или там заведомо ложный донос там угрожала жизни здоровья подожди я тебе не об этом говорю я говорю о том что ты просто если это как тебе сказать если понимаешь что ты вот у тебя удалось квалифицировать какое-то действие похоже на 100 какую-то уголовную статью то тебе желательно вот в эту статью зайти и почитать какие там есть при помощи понимаешь и все эти приписки указать своем заявлении чтобы по ним тоже была проведена проверка не просто клевета там допустим клевета с применением физической силы но я к примеру понимаешь и вот это все описываешь текстом и требуешь провести проверку в порядке его пока 144 145 пока и и отправляешь все эти в электронном виде ставишь сроки себе если ты прям у тебя дело никаких нет ты готова прям каждый день у компьютера сидеть постоянно до отслеживать то ставьте короткие сроки почему нет просто понимаешь как бы упадает на праздничный новый год и как от сроки там они же не важно вот смотри вот допустим допустим сегодня 31 число до как отслеживанию вот допустим я новую строку формирует здесь просто берешь так вот копируешь control c control вы сюда вставляешь и тут пишешь допустим сегодня 31 . 12 2019 когда первый день там в этот 9 числа по моему да все выходят на работу января никогда ну не важно короче допустим 9 января вот первый рабочий день вот выставляешь именно тот день когда они это получит это и зарегистрирует 090 1 2019 20 уже все у тебя дата высветилась 11 февраля те должны прислать это либо отказ я просто думал что я просто думал что из 31 от правда что эти дни которые отдых они тоже как бы учитывается не учитывать не отдых ну насколько я знаю нет но отлично хотя надо уточнить тут понимаешь дело не отдыха если ты успеешь это 31 декабря до 12 00 понимаешь тут вот это вот у них есть приказ согласно которому если сообщение поступило до обеда то они регистрируют этим же днем вот и допустим хочу центр например хочу отправить в 1159 ты отправила твое заявление будет зарегистрировано 31 декабря и тогда у тебя никакие праздники не это не учитывается все у тебя уже второй февраля если отправлять понедельник уже считаю они там зависит от того когда ты отправишь я почему вы здесь дату это время пишу чтобы ориентироваться чтобы для самоконтроля если вот это время больше 12 часов то здесь я это прибавляю еще один день смотри вот если ты отправила в 1201 и дальше то здесь уже будет дата не 31 декабря а 0 1 а 0 1 у нас что выходной на следующий день какой рабочий 9 января понятно схема это понятно я просто говорю не про эти даты я говорю про завтрашний день если я заправлю в воскресенье понедельник они уже должны получить получается потому что еще рабочие дни пока как бы идут если ты завтра отправишь что они по идее должны в понедельник зарегистрировать получить до обеда в понедельник и они соответственно 30 декабря и зарегистрируют ты понимаешь даже если они возьмут плюс три дня на регистрацию то тебя эти сроки уже вложены вот в эти твои 33 дня и вот в эти 6 и в эти ты 13 понимаешь почему я вот эти даты всегда использую не те что в законе прописаны 3 10 и 30 дней а именно вот с прибавлением срока регистрации с этим тоже надо еще разбираться потому что они иногда вот это из практики я знаю что у других людей они ссылаются что типа не не это неправда мы там сроки не нарушили потому что у нас есть три дня на регистрацию а мы обходим все эти ситуации просто вот за счет прибавления трех дней мне вот эти три дня они не силу не это ни туда ни сюда поэтому я все просто включая все и поэтому когда я обжалую они уже не смогут сослаться на то что типа а у нас еще три дня есть на регистрацию понимаешь спасибо что еще какие вопросы нет вопросов нет все ясно понятно можно вопрос частный личный давай попробуем скажите пожалуйста значит решение заочное решение районного суда города значит в решении написан в самом решении подождите 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 у нас тут это ну как бы тема не не судебная именно по обращениям тут по решениям для по обращениям я хочу заявить о преступлении я просто вам рассказываю что была картина что это действительно преступление так вот в решении в заочном указан пятизначный номер кредитного договора потребительский кредит значит в исковом заявлении сбербанка был указан шестизначный номер кредитного договора понятно что документов ты не приложена к исковому но это уже другой вопрос значит на сайте суда размещен решение вот это там вообще без номера просто кредитный договор просто без номера подожди галина давай коротко совершенно ты считаешь что совершено преступление злоупотребление должны с ним по нам очень и кто совершил должен кто превышение судья ну насколько я знаю 286 по моему на суде не распространяется или распространяется значит статьи мне сказали уже очень много куда писать мне тоже сказали как писать никогда с этими вопросами не были связаны форма как писать форму я вот здесь приложив своему это видео я сказал если хотите его конкретно против судьи у меня есть это по 305 стадии это вынесение заведомо неправосудных решений ну давайте его сюда приложу тоже есть на сайте сейчас можно посмотреть будет я же объяснял я после окончания вот этой конференции я в течение там двух дней смонтирую видео выложиваю его на канале сургут надзор это 2 и там в описании к видео и у меня на странице будет вот этот архив с этими документами просто перегревался компьютер отключался я думаю просто колени можно скинуть так сейчас подождите да вы в чат киньте и она как бы это нет я не в чат это в принципе общий вопрос сейчас я это по шерстобитов у меня есть это посуде у меня есть это посудим отдельные обращения ничего не слышу ничего страшного попозже будет на это на видео все слышно видео будет доступно так добавился заметочку по поводу судей их как их привлечь к уголовной ответственности но это дело сложное конечно этим следственный комитет по моему занимается вот именно по 305 статей я требовал шерстобитого привлечь к уголовной ответственности они ни в какую не хотят проводить проверку по него так еще вопросы галина что я поделаю если у тебя связь плохая или компьютер я не знаю я же те говорю в видео будет нормально все слышно и ты его сможешь потом посмотреть все понятно большое спасибо антон по вопросу галины я так понимаю и просто этот вопрос очень срочный вот и она хочет этот файл как бы получить данный момент чтобы не вместе с видео через два-три дня сейчас хорошо и я тогда вот здесь в общем чате и этот в комитет коррупции продублируются свои заявления в отношении судей да вот так будет я думаю ей полезнее прямо сейчас да 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 в течение десяти минут после окончания конференции так народ я обращаюсь ко всем кто будет смотреть это видео не только к тем кто присутствует прошу поддержать нас потому что проделан колоссальный труд этот опыт достался не только путем нервных переживаний вынуждены в путешествие по стране но это все делалось во всеобщее благо поэтому поэтому если что-то для вас показалось полезным прошу поддержать нас по реквизитам указанных в описании к видео сколько сочтете нужным благодарность да может а антон сюда тоже добавить хорошо сейчас добавлю а я за кем тогда так чего пока подумайте я это не знаю это разбегаться то всегда успеем давайте по это посидим не знаю минуту подумайте пока муж какие то вопросы остались антон большое спасибо очень познавательно но я извиняюсь я прекращаю чат просто у меня там свои дела до свидания до свидания понятно прекрасно про ком тоже понятно но так шутку черный юмор не хочется конечно оказаться там где ты побывал поэтому не знаю насколько все это опасно не опасно так вот я поэтому я оказался там потому что я я действовал живым словом я думал что можно при это а стоять самого себя живым словом но система не понимает живых слов она понимает только бумагу и тогда я взял я то есть я познал одну крайность это именно действует живым словом то есть на меня там вызывали наряды полиции в это в налоговой там один приехал наряд я с ним разговаривал ничего не могли предъявить второй приехал ничего не могли предъявить потом 3 и в итоге с этот по сам этот подполковник приехал этот бабушки начал орать и просто сказал это бы быстро доставить их в отдел полиции где нас крутили до головой в пол и все остальное а дальше начался полнейший беспредел так ты же сказал что психушку вызвали после того как ты начал этот снежный ком отправлять бумажный не снежный я после психушки начал отправлять а все понял дождь его психушки я живым словом вызвал на словесную дуэль начальника полиции ерохова на которой он до сих пор не явился вот после этого два дня прошло и меня задержали одно задержание незаконное не упуская на свободу еще одну и потом не выпуская на свободу психушку сдали все тогда вопрос закрыт вот чего хотел сказать то блин забыл уже я отвлек прошу прощения да ничего страшно сказать еще раз все кто имеет возможность небольшие пожертвования подожди но это я сказал я же нарежу видео все равно нет смысла повторяться я чего хотел сказать то что я познал вот это свое живое слово да то есть почему от меня сейчас все бегают и это стреляется за голову хватается потому что во первых у меня язык очень ну как сказать я умею с людьми общаться так задавая простые вопросы что они с это по принципу самоопределения сами себя выдают и чик и чтобы они мне не говорили все равно интересное видео получается понимаешь а потом когда начался против меня беспредел я это ну мне потом пояснили что как бы ты не владел это живым словом живое слово к делу не пришьешь и получается за меня там начали эти полицейские все поделывать протокол а и а я не знал как на все это реагировать теперь я знаю теперь я знаю как как подписывать что подписывать каким образом подписывать как действует как зафиксировать как любое событие любой факт зафиксировать письменную бумаги куда это отправить как-то зарегистрировать как как среагировать на любую повестку который тебя втыкает там в этот в дверь тебе или твоим знакомым неважно как реагировать на отключение света там куда писать что писать как писать кому жаловаться как обжаловать я теперь это все знаю ну не все но это первые шаги однозначно знаю и за счет этого вот этот баланс получается жива на одной чаши весов живое слово на другой в этот письменная как сказать инструмент вот эти люди юридические их не законы которые которыми их же получается против них и использую вот эти юридические законы и получается на это нормальный баланс равновесие живого слова и как сказать умение юридически отстоять себя пользоваться своими юридическими правами хорошо было бы наверное не знаю из твоего опыта большого я в любом случае понимаю что большинство людей которые но собираются они все-таки испытывают противостояние да там отстаивание своих прав в сфере жкх отключению света но побольше своей степени поэтому если и будет такая возможность какой-то может быть краткий алгоритм действий уже куда писать ну ну да по отключению света в основном я часто встречаю даже среди наших инспекторов вот что просто свет выключают и люди вроде и знают что делать да все равно как-то чего-то не выходит но я понял да хорошее предложение мы можем в следующий раз собраться я не знаю через неделю и также я расскажу по электричество как действовать куда звонить что писать а полностью весь алгоритм тоже есть он отработанный довольно таки успешно до тех людей кого раньше отключали для них сейчас это не докапывается я думаю даже будет в принципе интересно и в болталку это видео выложить для многих потому что в основном там большая часть это павел у меня всегда все в открытом доступе все что я делаю сразу выкладывайся на странице и сына на своем youtube канале я имею вот эту тему она мне кажется для большинства просто будет наверное актуально вот и самое главное что хотел сказать вот поэтому даже электричество самая лучшая защита это нападение у меня давно выложено видео о том как лишить управляющей компании лицензии все документы там приложены тоже к видео то есть элементарно берете стартуете команду это компанию по привлечению управляющей компании к административной ответственности так что их могут вообще лицензии лишить по всем домам которые у них есть в наличии это ваш лучший инструмент с вами потом совсем по-другому будут разговаривать с вами вообще может быть даже разговаривать не будут понимаете потому что будут бегать от вас как от огня и получается вот там есть все документы под этим видео как лишить управляющей компанию это лицензии просто меняете шапку там свой адрес и свои данные и отправляете там все весь процесс описан на видео там двухчасовом я объясняю как делать что делать куда отправлять как обжаловать все примеры все документы все есть пожалуйста беритесь и действуйте достаточно двух человек с двух разных домов и любую управляющую компанию можно лишить лицензии нас только на основании вот этих документов вот все понятно да ну что заканчиваем все деньги отправил благодарю еще раз за знание в любом случае тема да если как бы будет жкх подключением но не только для меня не бы как бы я бы тоже некоторые моменты для себя вынес но я в любом случае сейчас готовлюсь к суду подавать жкх на свое рука суд отключению хотя уже попытки отключить и какие-то на письма мне они уже не отвечают там тоже как раз таки по 59 фазе буду на подписать он два или три обращения у меня было не отвечают ну смотри я сейчас это собираюсь ну уже можно сказать стартовал вторую компанию свою которая собираюсь добить свои управляющие компании вообще и вы выбить из города понимаешь я и на документы тоже все буду предоставлять там намного серьезнее идет компания если пи первую компанию они перекрыли тем что воспользовались моим отсутствием в городе и не дали мне обжаловать все их там отписки решения и так далее они просто взяли им было проще чем лишиться лицензии они просто все в семи подъездах сделали безоплатный ремонт и поменяли все лифты сейчас вот докопаться почти не до чего я нашел до чего докопаться и стартует вторую компанию теперь они точно не открутятся и хочу сказать что первое что вы должны сделать если вы собираете заниматься правозащитной деятельностью это поставить запись звонков записи звонков на телефон меня iphone я попробую но что-то все платные android только android надо надо думать галин ты что-то хотел сказать я хотела попросить чтобы в комитет коррупции вы ссылки выложили сейчас то что вы сказали через 10 минут пожалуйста да обязательно я помню сейчас это отдохну минут десять и выложу все ну все народ заканчиваем благодарствую всем за участие будут вопросы задавайте все все контакты указаны еще раз да спишемся благодарю еще раз за школу за советы что анжелика у тебя вопрос был нет я говорю благодарим за школу за советы благодарствую всего всем пока до встречи а вот Субтитры подогнал «Симон»